там имеют публикации очень серьезные, что здорово. Ну, Михайлович готовит, кстати, статью очередной для век глобализации. Правильно, Михайлович, я понимаю? Стараюсь изо всех сил, Александр Николаевич. Ну, при той продуктивности, которую вы даете в литературе, мы очень надеемся, что найдете все-таки время и для вот этой статьи. Было бы здорово, конечно. Алина Белоусова, студентка наша, она сегодня хотела бы выступить с отдельным сообщением. Алина, у нас такая ситуация в семинаре, когда дается основному докладчику время, потом будут вопросы, я об этом скажу, и потом Алина выступит с таким вот студенческим содокладом. Ну, я уже сказал Илье, нашему модератору сайта, он спрашивал там, в пределах 7 минут это будет нормально, Алина? Да, да, должна вложиться, максимум 10. Да, да, хорошо. Это вот когда Игорь Константинович ответит на вопросы уже, и потом мы будем заслуживать твой доклад, и потом остальное. Ну, кого мы видим? Ивахнюк, Ирина Белева. Привет, привет. Вот член нашей команды, журнала «Век глобализации», доктор экономических наук, один из великолепных специалистов в области глобальной экономики. Вот, и мы с ним много, много лет тому назад познакомились в Германии, и я был удивлен, что она, оказывается, английский язык знает лучше, чем англичане, кажется. По крайней мере, они так говорили. Молодец, и много-много делать дошло. Оля появилась. Оля, появилась, и был на высоте. Привет, Оленька. Ну, вот, видите. О, Ольга Шиманская. Оль, прости, я даже не... Нужно по отчеству говорить. Как? Оля, как по отчеству? Ольга Константиновна. Ольга Константиновна. А микрофон у вас выключится? Да, конечно, она, хотя у меня ассоциируется с Нижним Новгородом, но, насколько я знаю, она теперь в Москве и работает в журнале «Современная Европа». Правильно я понимаю, да? Да, но остается и в Нижнем Новгороде тоже. Правильно, понимаете. А, ну да, сейчас можно ведь работать. Слушайте, какие люди. Вот Елена Александровна Дергачева. Здравствуйте всем. Очень рада видеть. Кто в интернет заходит, кто на сайт «Глобалистик», кто журнал «Глобализация» читает. Вот этот журнал, коллеги, вы наверняка все знаете, и студентов у нас будет много. Вот я об этом журнале говорю. Он является таким у нас как бы связующим центром, звеном всех разных направлений специалистов, кто работает в области глобалистики, потому что и глобалистика – междисциплинарная сфера. И этот журнал, он и по вакуум проходит у нас, по философии, по экономике, по социологии, по политологии. Поэтому, как говорится, милости просим всем. Игорь Константинович, сейчас в третьем номере, вот мы только ждем статью, и Виктора Ивановича работа, и Игоря Константиновича Лисеева. Вот эти работы на подходе будете читать скоро. Мне в четвертом номере. Да, ну четвертый, это Константиновича будет третий. Ну еще нет пока третьего номера, да? Он практически готов. Картинки нету? Пришли в электронном варианте. Чтобы в отчет ее загнать. Ну в отчет уже можно загонять. Другое дело, что страницу узнать. Да, страницу, главное мордочку, да, мордочку. Да, да, но самое главное страницу узнать. Я думаю, что в ближайшее время... Ну ты мне пришли тогда, ладно, Саша? Да, конечно, я сразу посылаю всем авторам электронный вариант. Ну сейчас такое время, когда бумажным с удовольствием, конечно, можно было бы вручить, но к сожалению. Так, поскольку мы подтягиваемся, у нас уже, я смотрю, 35 человек. Давайте я... Александр Михайлович Старостин, это человек, который весь юг и весь Кавказ, не знаю у кого как, у меня ассоциируется с ним, когда речь заходит о глобалистике, глобализации. Он там центр в Ростове-на-Дону создал в университете и великолепная работа у него там идет. Это вот практически те, которые люди составляют активы у нас в России в области глобалистики, что очень здорово. Александр Михайлович, приветствуем вас. Андрей Королев, ну он не нуждается в отдельном представлении. Всем привет. Вот так и надо было сразу. Да, Андрей Королев, мы с ним начинали этот семинар, он был секретарем и продолжает таковым оставаться в семинаре. Я думаю, многие из вас получили приглашение как раз от него. Вот, а Олеся Данилова, я не всех могу так представить, вот вы представляете сами и было будет правильно, потому что мы будем тогда уже... Это семинар, в котором мы общаемся, так скажем, имея представление о том, кто с нами. Олеся, парочку слов о себе. Здравствуйте. Я являюсь аспирантом кафедры философии Московского государственного областного университета. Также я являюсь юристом и имею образование психолога. Ну это вот коротко изучаю иностранный язык, и мне будет очень интересно послушать докладчиков сегодня. Вот, спасибо за предоставленное слово. Ну, очень хорошо, очень хорошо. Так, ребята, я смотрю, у нас уже 41 человек. Если кто-то хотел бы, чтобы его представили и сам представиться, ради бога, включайте, вот карапет, он здесь с нами, я знаю, он у меня активный студент, он может включиться. Ну, кто не считает нужным, пожалуйста, это ваше право, вы можете быть просто слушателями. Вот, включайтесь. Вот, Ивлеев Андрей, Ивлеев Андрей, ну он должен представиться, потому что этот человек стоит много для того, чтобы мы с вами вот так общались. А Белосова Алина улыбается, потому что это одна команда, там их два десятка студентов. И вот этот сайт, который вы видите, прекрасный, который работает, он, конечно, благодаря вот этим ребятам, и сейчас Андрей Ивлеев собирается с мыслями, как он представится, да, а я еще несколько человек вам представлю. Ну, давай, Андрюша, пока возможно, сейчас будет много людей. Скажи себе пару слов. Да, спасибо большое, Александр Николаевич. Ну, я, в общем-то, обычный студент факультета глобальных процессов второго курса, учусь на направлении глобальной экономики и управления, изучаю испанский язык. Вместе с ребятами некоторыми тоже с нашего факультета работаем над сайтом, над форумом globalistica.ru. Обязательно заходите, это очень информативный проект, очень полезный, как всем, ну, не только студентам, но и, в общем-то, в целом всем людям, которым интересна глобалистика. В целом, в общем-то, все. Спасибо. Молодец. Ну, ты не обычный студент, конечно, потому что ты пишешь у меня работу, и ко мне как-то приходят люди, которые, ребята, которые с хорошими амбициями, что я очень приветствую. Молодец, это Андрей, который пишет у меня работу свою, на втором курсе находится, и здорово. А мы видим Юлю Хен, она подключилась. Юлия, институт философии с нами. Скажи пару слов о себе, Юлия. Я мог бы тоже, конечно, но, пожалуйста. Звук только, Юлия. Звук. Причем для меня, Юлия. Звук, звук, звук. По отчеству лучше сказать, Юлия. Так, Хен Юлия Ванховна, ведущий научный сотрудник Института философии. Сектор теперь наш называется философии естественных наук. Этиственных наук, да. Отлично, отлично. Ну что, дело идет к тому, что нужно уже скоро, ну не скоро, уже нужно начинать. Поэтому Сергей Абович Шаракшане, Академия наук, я знаю, что он там активно много работал. Надеюсь, сейчас пару слов буквально о себе, чтобы мы понимали, о ком идет речь. Пожалуйста, Сергей Абович. Звук, Сергей Абович, звук. Звук. Звук, он не включил звук. Звука не слышит, Сергей Абович? Хорошо, он сейчас звук наладит. Таир Махамад еще видел я, Махамадова. Да, да, я здесь. Ну как же мы вас не знали. Финансовый университет, один из ведущих специалистов, и не только этого университета, разумеется. Таир Махамадович, я сам скажу о нем, если нужно, он будет добавить. Он очень много внимания уделяет на юридистике, хотя крупный специалист в области социальной философии. Ну, кто читает век глобализации, тот Таир Махамадовича знает. Ну, конечно же, не только век глобализации. И он сегодня финансовый университет представляет здесь. Нет, он представляет прежде всего себе. Ну вот, и в его лице. Да, спасибо, да. Да, при правительстве, поэтому вот все эти высокие структуры с нами. Прекрасно. Так, хорошо, семинар можно начинать уже. Кого я еще вижу, кого еще не представят, пожалуйста. Карапет, хотел бы сказать о себе пару слов. Здравствуйте, Александр Николаевич, спасибо. Я готов быть сегодня в роли слушателя, студент первого курса. Ну, первого курса магистратуры, скажи, это же не бакалавриат. Да, да, очень хороший студент, активный. Хая Альхидоса, одна из таких студентов, которая у меня очень активно работает, занимается. И она представляет у нас Катар, по-моему, да, Сианя, не ошибается? Да, скажите пару слов. Да, меня зовут Хая, я из Катара, я студентка. Это глобальный процесс. Да, отлично, отлично. Ну, я не думаю, что мы можем продолжить слишком долго еще. А, Иван Андреевич, Олешковский, Иван Андреевич. Я включил другую страничку, уже много нас народу. Иван Андреевич Олешковский, заместитель декана факультета глобальных процессов, кандидат экономических наук, с учетом, говорит, коллеги журналов о глобализации, разумеется. Да, Иван, вы на сайте глобалистика.ру увидите. Идейный вдохновитель. Может, было бы еще про него написать. Ну, человек скромный, это я могу сказать. Очень рад видеть Ивана Андреевича. И Илья Вячеславович Ильин, к сожалению, сегодня супер занятой. Он передавал нам большой привет. Но мы сейчас начнем. И Артем Свиридов, я вижу, здесь уже дальше студенты. Лула Аль, Найми, это тоже из аэропейских стран. Там студенты и Сергей Бурьянов, я вижу. Хорошо. Все, коллеги, мы стартуем тогда с нашим семинаром, потому как время идет быстро. И теперь официальная часть. Давайте так. Мы провели знакомство. И прежде чем мы перейдем уже к такой части, когда уже будем говорить о собственном семинаре, мы должны, мы начали с Виктором Ивановичем Даниляном с такой ноты, и не только веселой, грустной. Академика Галимова не стало, и завтра как раз будет прощание с ним. Но дело в том, что наша глобалистика понесла тяжелейшую трату за последнее время. Мы попрощались совсем недавно с Аркадем Дмитриевичем Урсулом. Вот годовщина была величайшему тоже специалисту в этой области. Это Сократу, я бы сказал, в наше время, Юдору Академичу Гирусову не стало. И это для отечественной глобалистики, ну, просто огромная утрата. Даже слов нету. И в этой связи, как принято обычно, надо почтить минутой молчания таких великих людей. И я думаю, что давайте мы, формат у нас новый, всегда мы в честь и отдавая дань памяти встаем, склоняем голову. Ну, поскольку мы в интернете, а у нас картинка только налицо, поэтому давайте мы этот формат тоже примем как заданное, не будем вставать. Ну, просто минуту памяти давайте сейчас воздадим им и помолчим. Теперь давайте о семинаре. Семинар «Теоретические проблемы глобалистики» в 2001 году был основан. Я его проводил тогда в Академии государственной службы в 2001 году. И с тех пор он проходит каждый месяц, и практически правило, которое работало, оно фактически соблюдалось. Такое правило было и в философском обществе выходил журнал по такому же правилу, Андрей Ильич Королев знает. А формула простая. Скорее солнце не взойдет, чем не выйдет вовремя журнал. Скорее солнце не взойдет, чем семинар не состоится. И так оно было всегда. Конкретный день, конкретное время, так всегда было. Но даже всемирные философские конгрессы, которые в 1900 году стартовали, прерывали свою работу на Первую мировую войну и на Вторую мировую войну. Ну куда деться. Поэтому и наш семинар прервал свое такое постоянное заседание на время карантина. Никто не думал, что это будет так затяжным таким явлением. И мы в марте планировали провести именно заседание, посвященное Владимиру Ивановичу Вернадскому, 75-летие которого со дня кончины в этом году как раз. Но поскольку время показало, что мы ошибались, как, к сожалению, такое происходит, и на осень тоже мы вынуждены работать или перейти в режим вот этого онлайн, мы, естественно, учли тот опыт, который был получен на факультете глобальных процессов. Я бы сказал, замечательный опыт. Я не знаю, если кто-то знает, подскажите аналогов таких. Я довольно активно сейчас также участвую в международных конгрессах и в Китае, и в Индии. Сейчас вот в Турции Иоанна Кучеради проводит все турецкое философское общество, куда я с докладом также приглашу. Мы продолжаем, продолжаем и в Европе, и так далее. Мы общаемся сейчас, и это формат, который теперь уже стал просто нормальным. И мы подумали, а чего же тогда с этим семинаром ждать времени оффлайн? Давайте также его в режиме онлайн. И тот факт, что сейчас у нас здесь 60 человек, и то, что это представленная аудитория не только москвичами, но и за пределами ее. Более того, Михаил Швеллер из Эстонии к нам подключился. Я знаю, что собирались подключиться из других стран, еще и студенты тоже разные. Это лишний раз говорит, что не только минусы, но и плюсы есть. Таким образом, мы будем семинар проводить, покуда будут обстоятельства такие. Так же ежемесячно, так же по средам. И будем проводить его в режиме онлайн. И, как сказал Андрей Ивлеев, прекрасно работает наш сайт Globalistica.ru. И через этот сайт мы будем, а уже сейчас идет в режиме реального времени, транслируется. И потом это будет в YouTube, и потом это будет на сайте Globalistica.ru в видеоформате. И я перед семинаром говорил с Есенькиным Борисом Семеновичем, это генеральный директор Библиоглобуса. Он хотел бы быть, он часто бывает у нас, но, к сожалению, у него сейчас совещание. Он просил дать тоже на видеоряд его в Библиоглобус. У них широчайшая сеть тоже. Сами знаете, это лучший магазин, я думаю, что не только в России. Это даже не магазин, это вообще культурный образовательный центр в том числе. Хотя книги там все можно купить. Вот это будет там также. И вот будем вытаскивать все плюсы, которые можно из этой ситуации. Ну, а минусы, куда без них, будем преодолевать. Вот так вот мы тему сегодня обозначили, посвященную Владимиру Ивановичу Вернацкому. И каждый месяц будем находить новые темы. И вы, я надеюсь, большинство из вас, если не все, а может быть и дополнительно будут участниками этих семинаров, прекрасная возможность видеть друг друга, общаться. И темы предлагайте, интересные докладчиков, интересные темы. Ну, как это у нас и было в оффлайн, мы соединим вот тот опыт и те формы, которые мы наработали. По форме, может быть, не все, конечно, знают. И потом мы сами еще не знаем, как лучше проводить вот в этом режиме. Мы проводили обычно три часа. 45 минут давалось докладчику. Иногда это были все докладчики. Редкие случаи, но мы шли на такой формат, когда в режиме круглого стола проводили семинар. Ну, вот мне представляется сейчас, что было бы хорошо сориентироваться на более лапидарный такой, более, может быть, оптимальный вариант был бы этого семинара, если бы мы сориентировались. Как обычно, мы читаем лекции, мы уже привыкли к этому в режиме онлайн, семинары ведем также. Но полтора часа работая. Но полчаса опыт показывает. Лучше заложить, это не учебный процесс у нас, лучше заложить в качестве резервного времени. Поэтому мы говорим с шести часов до восьми. Мы попробуем на полтора часа, мы не будем ужиматься. И если интересный разговор, и если продолжается, то до восьми часов мы будем. Но больше двух часов, ну, просто уже будет не нужно. Значит, полтора-два часа. Вот так, чтобы вы сориентируетесь. В этой связи мы основной доклад. И попросили Игоря Константиновича. Хочу, попросили. Мы снимем этот семинар в Институте Финансофии, вон, десятилетия вели. И поэтому 30 минут. Вот будет такой формат, доклад 30 минут. Затем мы этот сохраним формат. После доклада мы задаем вопросы. Причем мы, как правило, не ограничивали количество вопросов. Но на вопросы уходило примерно 30-40 и до часа времени. И это нормально, это очень хороший вариант. Но я думаю, что в пределах до 30 минут легко мы можем позволить себе задавать вопросы. Это будет час. А потом у нас будут выступления. Выступления. У нас есть заготовленное выступление Алины Белоусовой. Но и заготовленного у нас потом больше ничего не будет. Это как бы со-доклад. Но вот в данном случае мы поступим так. После Игоря Константиновича будет вопрос. Потом Алина выступит со своим сообщением. И потом у нас будет обсуждение. Потом будет обсуждение. И в конце, как правило, мы давали минут пять на заключение докладчику. Потому что он основным экспертом наступает здесь. Игорь Константинович тоже мы договорились. В пределах трех минут, как говорится, подведет, как ему видится, и тот. Ну и вот такой будет формат общения. Но поскольку это интернет-вариант, давайте мы сделаем таким образом. Вот так, вот так вы включаетесь. И, значит, вы хотите получить слово. Поскольку здесь уже 70 человек. На экране у меня все не помещаются. Я не вижу кто-то там в другой стороне. Ну вот, сейчас я одну минуточку гляну. Ну там, да, там картинки тоже. Ну, прекрасно. Я вижу и студентов. И почему-то у меня Иван Андреевич тоже на правой стороне. Дело в том, что вот это было мое вступительное слово. Этого достаточно. У меня будет много возможностей потом еще поговорить. А я бы очень хотел, чтобы Илья Вячеславович Ильин, я хотел, чтобы от факультета сказал что-то. Потому что на базе факультета, где сейчас здесь много студентов, сотрудников и так далее. Но Иван Андреевич в любом случае, мы с ним договорились, скажет несколько слов. Потому что он тоже один из тех, кто стоит у вас снова в факультете глобальных процессов. И очень много дел. Он советник ректора университета Садовничева Виктора Антоновича. Он центр возглавляет. Много чего еще. Ему задаете потом вопросы. Так что, Иван Андреевич, вы теперь, конечно, вместе со мною откроем этот формат нашего семинара. А потом Игорь Константинович приступит докладывать. Иван Андреевич, пожалуйста. Добрый день, Александр Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. От лица руководства факультета глобальных процессов я хотел бы сказать, что мы очень рады, что нам удалось в новом формате запустить семинар. Мы обсуждали с Александром Николаевичем эту идею назад. Было бы хорошо от глобальных процессов пандемии коронавируса начать это раньше. Но опыт проведения Конгресса глобалистика 2020, опыт еще ряда мероприятий, которые мы провели в последние месяцы, позволили нам понять, что современные информационные технологии, современные средства коммуникации дают новые возможности. И как мы сегодня видим, по сути, мы имеем, в отличие от такого локального семинара, который бы проходил в Московском университете, такой же семинар в глобальном формате, где могут участвовать представители из различных стран и регионов нашей планеты. Семинар очень важен для нашего факультета. Вчера, кстати, было очень интересное интервью Александра Николаевича на русском радио. Кто еще не слушал, я размещу ссылку в чат, можно будет его посмотреть. Недавно выходило интервью на Вести 24 декана у нашего факультета и заедущего кафедры Юрия Николаевича Саямова. Наш факультет ведет сейчас ряд очень важных проектов. Наверное, вы слышали, что ректор Московского университета вот завтра будет докладывать президенту. Состоится Попечительский совет Московского университета и будет представлено проект создания научно-образовательных школ. Это идея, которую Московский университет разрабатывает с февраля этого года. Она трансформировалась. В той версии, как выглядит это сейчас, будут созданы семь междисциплинарных школ. Они имеют два содержательных наполнения. Это междисциплинарные научные проекты и межфакультетские образовательные программы. Вот наш факультет, как факультет междисциплинарный, он будет участвовать в школе математические методы анализа социальных сложных систем. В этой школе участвуют 17 подразделений Московского университета, совершенно разных от геологического факультета, психологического факультета и заканчивая историческим факультетом. И, конечно, базовый факультет Мехмат, который и связан это с деятельностью Ильи Романовича Пригожина, который в начале 90-х годовства вместе с ректором основал институт, специализированный в Московском университете. Вот в рамках этой школы один из научных проектов, который будет наш факультет реализовывать, он в такое краткое название называется «Новые пределы роста в XXI веке». Более фундаментально – это развитие и разработка методов модерирования, прогнозирования, стратегирования глобального, межрегионального и странового развития. Мы планируем, мы такой замахнулись на то, чтобы к 2022 году подготовить российскую версию знаменитого доклада 1902 года, к юбилею доклада «Новые пределы роста». Ну и надеемся, что на этом семинаре мы сможем как раз обсудить проект этого доклада, и коллеги смогут внести предложение по его совершенствованию, доработке. Таким образом, семинар имеет очень важное значение. Также я очень рад, что больших студентов участвуют, и наши аспиранты, магистранты участвуют. Мне кажется, тоже это очень важно в контексте развития нашего образовательного процесса. Спасибо. Спасибо, Иван Андреевич. Вот такое вот краткое представление факультета, потому что о факультете можно очень многое долго говорить, но я думаю, что сайт «Глобалистика.ру», ну и сайт факультетский тоже, кстати, играет важную роль вот в такого рода информации. Но сайт «Глобалистика.ру» мы сразу затевали тоже вот эту разницу между двумя сайтами факультетскими, что он как бы такой народный, студенческий, и на внешнюю аудиторию в значительной степени, когда сайт факультета, он, конечно, прежде всего образовательный, он такой вот строго университетский сайт. А этот сайт, куда можно и нужно подавать материалы, давайте подумаем вместе с вами, со всеми, это я, чтобы потом к этому не возвращаться, как его улучшить на тот счет, чтобы там были представлены материалы. Ну, например, вы увидите, там Александр Михайлович Старостин, например, свои лекции представляет, там, например, Елена Александровна Дергачева дает свои тоже материалы. Ну вот как-то это все располагать так потом, где-то, может быть, я уже думал, экономическую отдельно, философскую отдельная часть, может быть, какие-то наиболее такие важные направления. Это отдельный был бы разговор, но мы не будем уходить больше в сторону. Отдельно потом сделаем, может быть, даже разговор специальный об этом. А теперь пришло время, что Игорь Константинович берет слово и по теме, которая обозначена посвященным Бернадскому, делает доклад, как мы и договорились. Ну и дальше по форме тоже вы уже информировали. Игорь Константинович, вам слово. А, подождите, давайте пару слов все-таки. Игорь Константинович Лисеев, ведь не для всех может быть, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии, человек, который многие-многие годы уже возглавляет Московское философское общество, член-президиум философского общества. Мы с ним делали десятилетие журнал «Вестник российского философского общества». Понятно, что он в веке глобализации, журнальный член-редколлегии, ну, можно много было бы продолжать. Он сектор многие годы оставлял, теперь он его, так сказать, научный такой руководитель. Сектор наука земли, сектор, который занимается проблемами биологии, философии биологии и так далее, и так далее. Ну, достаточно, может быть, если он посчитает, что-то я упустил, скажет, но есть интернет, и он человек публичный, известный, и вы получите дополнительную информацию. Именно поэтому мы договорились, что сегодня с таким докладом будет выступать Игорь Константинович Лисеев. Пожалуйста, слово, Игорь Константинович, вам. Спасибо большое, Александр Николаевич. Уважаемые коллеги, я рад видеть тех, которых вижу, и переживаю от того, что я не вижу тех, которых я не вижу. потому что это проблема вот таких онлайн-конференций, когда ты не совсем представляешь себе аудиторию, с которой ты общаешься. Ну, 75 человек только в режиме нашего времени. Я больше не буду вас перебивать. Просто хотел сказать, это аудитория. Это аудитория. Самые разные люди. Поэтому, если я вижу картинку здесь у вас, то я считаю, что больше всего, наверное, знает все то, о чем я скажу. Но все остальные этого не знают. Поэтому я заранее прошу прощения у тех, кто все знает, что я кое-что буду говорить не только для них, но и для тех, кто этого не знает. Договорились, чтобы вы не обижались на меня, что я рассказываю какие-то достаточно известные примитивные вещи. Потому что ведь фактически сейчас у нас идет 20-й год 21-го века. То есть, значит, 75 лет отделяет нас от 1945 года, когда умер Владимир Иванович Вернадский. А на могиле его, сразу после его смерти, выступал академик Ферцман. И он сказал вот такие слова. Десятилетиями, целыми столетиями будут изучаться и углубляться его гениальные идеи. А в трудах его открываться новые страницы, служащие источником новых исканий. Видите, коллеги, пророческие слова академика Ферцмана сбываются. За 75 лет, казалось бы, все больше и больше мы узнаем. Узнаем Владимира Ивановича, публикуются его работы. Опубликовано полное собрание сочинений Владимира Ивановича. Проводятся конференции, чтения. В Академии наук работает специальная комиссия к изучению творческого наследия ученого. И тем не менее, когда жизнь подкидывает какие-то проблемы новые, оказывается, что, посмотрев на идею Вернадскую, и здесь мы можем для себя что-то выяснить, что-то новое подчеркнуть. И вот сегодня я как раз хотел немножко с вами об этом поговорить. Несколько в другом ключе поговорить о Вернадском. поговорить о цивилизационных идеях Владимира Ивановича Вернадского, которые для нас, для нашей страны, ищущей свой цивилизационный путь сейчас, являются очень важными и дают возможность как бы сориентироваться в нашем сегодняшнем развитии, глядя на то, как эти проблемы решал Владимир Иванович. Но очень мало времени, 30 минут, очень богата биография Владимира Ивановича, очень богато его идейное наследство, поэтому разрешите я буквально в телеграфном виде для тех, кто плохо знаком с его жизнью и творчеством, характеризую вам буквально несколько слов о его биографии, потому что она тоже очень интересная и очень насыщенная. Владимир Иванович Вернадский родился 12 марта 1863 года в Петербурге в семье с варянскими корнями. Его родители с украинским происхождением, его дед, в всяком случае биографов, Вернадского пишет об этом так, с войсками Суворова в свое время переходил даже через Альфа. И за этот свой поход удостоен был потом дворянского звания. Ну а его отец, Иван Васильевич, был экономистом, работал профессором Петербургского Александровского лицея, преподавал. Мама его, Анна Петровна, жена Ивана Васильевича, вторая жена Ивана Васильевича, потому что Иван Васильевича Вернадского была первая жена, она родила ему сына Николая, а потом умерла. И Иван Васильевич женился на ее двоюродной сестренке, вот на Анне Петровне, которая подарила нам всем вот этого будущего гения Володю Владимира Ивановича Вернадского. В 1868 году их семья переехала в Харьков. И там Володя начал учиться в своей гимназии харьковской. Но уже с 1873 года они уже вновь вернулись в Петербург, и он продолжал учебу в первой классической гимназии Петербурга. Причем биографы пишут, что после окончания этой гимназии он уже свободно владел тремя языками, общался на трех языках, на английском, французском, немецком, и мог читать тексты даже на большем количестве языков. То есть он сразу проявил свои недюжинные способности уже в таком раннем возрасте. С 1880 по 1885 год он учился на физико-математическом факультете Петербургского университета. С 1898 года по 1911 год уже работал профессором Московского университета. В 1912 году становится академиком императорской Санкт-Петербургской академии наук. В 1914 году возглавляет Минералогический и Геологический музей Академии наук. В 1915 году он поступает с инициативой организации знаменитого КЕПСа, комитета по изучению естественных производителей СИМ России, и остается председателем КЕПСа до 1930 года. В предреволюционные годы Владимир Иванович является членом Малого Совета Министров России, работает в Министерстве Народного Образования. Наш коллега из Твери, Вячеслав Амирикович Войцехович, не знаю здесь он или нет, он тоже обещал присутствовать, он мне подсказал, что именно в эти ноябрьские дни, а именно 6 ноября 1917 года, буквально за день этих известных событий, Владимир Иванович приехал в Тверь и открыл там Тверской учительский институт, который потом долгие годы существовал, а потом был трансформирован уже вот в ныне действующий Тверской государственной университет. Ну а после революции, конечно, Владимир Иванович вынужден уехать из России, потому что ведь все мы знаем, что с 1905 года он был одним из авторов создания и членом Центрального комитета Конституционно-демократической партии России, Кадетова. Естественно, он не мог оставаться в России, судьба его была совершенно иной. Но он и в Украине продолжал свою бурную творческую деятельность. В 1918 году он стал одним из создателей, организаторов Украинской академии наук, стал ее председателем. Потом, значит, возвратившись из Украины в Россию вновь, в 1921 году в Петрограде он организовал радиоинститут. После того, как он организовал радиоинститута в 1922-1926 годы, в Денису, работал в Париже, в Праге, писал там многие свои работы известные, поступал, приобрел, в общем-то, уже общеевропейскую изюзку. Ну а вернувшись в СССР в 1920-е годы, он уже посвятил себя непосредственно завершению этого накопленного материала. В 1926 году вышла его знаменитая книга «Биосфера». В 1928 году он создал свою выдающуюся биогеохимическую лабораторию. Затем, уже перед войной, он стал инициатором развертывания исследований урана с целью получения ядерной энергии. И продолжил эту работу и в военные годы, потому что он был как бы эвакуирован в Казахстан, в Боровое. И, находясь там, он ездил по урановым рудникам в Средней Азии, был в Кирганской области, на рудниках урана и в других местах. Только в 1943 году он вернулся домой уже достаточно жилобольным. И в 1945 году, в самом начале 1945 года, 6 января 1945 года, после инсульта, он умер. То есть, такая насыщенная, большая жизнь фотографически. Но если посмотреть на содержательную сторону его работ, его исследований, она еще более велика, еще более значима. Потому что мы можем сказать, что сейчас мы уже оценили по многому творчество Вернадского, изданные и переизданные его основные труды, собрания, сочинения, исследуются и развиваются его идеи. Мы можем назвать имена великих наших предшественников Панифатья Михайловича Кедова, Ивана Васильевича Кузнецова, Сергея Романовича Микулинского, Александр Леонидзе Яншина, Никита Николаевича Моисеева, Лаиль Казначеева, Эдуард Владимировича Гирусова, Архан Дмитриевича Усула, Александра Николаевича Александра Ивановича Субета и других, которые всесторонне пропагандировали и пропагандируют и развивают идеи Вернадского. Проводятся конференции, издаются коллективные труды. Мы тоже в институте философии активно участвуем в этой работе. Вот издали вот такую книгу сравнительно недавно «Философские идеи Вернадского и современности», где поговорили именно в 2013 году, где поговорили о философских идеях Вернадского. То есть, казалось бы, все хорошо, но есть и некоторые нотки грустные. И я с вами хочу поделиться этими грустными нотками, потому что, когда я готовился к этому докладу, я нашел в своих материалах о Вернадском давнюю брошюрку, которую мы написали с выдающимся нашим экологом Реймерсом Николаем Федоровичем в 1978 году в журнале «Человек и природа». Вот этот журнальчик, «Человек и природа», 12-й номер, 1978 год. Ну, брошюрка как брошюрка, мы популяризовали там идеи Вернадского, но когда я открыл тираж, у меня был шок, друзья. Тираж этой брошюрки 146 600 экземпляров. И я взял другую книгу, которая только что издана в Институте философии. Вот она. «Философия субсприродного взаимодействия в век конвердентных технологий». 18-й год. Академическая книга с грифом Института философии. Сильнейший творческий коллектив, который писал ее. Когда в Экологической академии мы обсуждали эту книгу, там сказали, что это как бы заявка на исследование на следующие 5-10 лет. Открываю тираж. Какой тираж? 300 экземпляров. И это, конечно, очень красноречивые цифры, которые говорят о том, что вот то, что мы делаем, то, что мы делаем в нашем семинаре, то есть расширение этой исторической памяти, привлечение к этой исторической памяти как можно большего количества людей. это очень важные задачи на сегодняшний день. То есть нельзя верить в то, что то, что сделано, уже достаточно. Надо, мне кажется, продолжать эту работу, и поэтому мы с Александром Николаевичем и договорились, что мы будем всемирно продолжать и развивать работу этого нашего семинара, который уже так много дала раньше, и, я думаю, будет давать это и в дальнейшем. Ну, а теперь буквально за 20 оставшихся минут разрешите вас познакомить как бы с основными представлениями, которые я здесь хотел бы обозначить как клад цивилизационных представлений Вернадского в понимание путей развития России в условиях современного глобализирующего мира. Клад Владимира Ивановича Вернадского формирования нового мышления. Клад Владимира Ивановича Вернадского формирования новой картины живого. Клад Владимира Ивановича Вернадского формирования новых перспектив будущего. Владимир Иванович Вернадский был, конечно, блестящим натуралистом и естествоиспытателем прежде всего. Отнюдь не теоретиком и не пилоскопом. И как таковой он последовательно, концептуально придерживался доминирующей ориентации своего времени на фактологию, на реальные эмпирические обобщения. Но сам характер и направление его научно-исследовательские действия сопротивлялись. Не давали возможности ученому ограничиться этим уровнем. Потому что ведущим направлением развития науки во второй половине 19 века была ориентация именно на дифференциацию научного знания. Углубление знания в конкретных областях. Работа лишь в одном из научных направлений. Владимир Иванович не вписывался в это. Совершенно не соответствовал. Средство выскакивало из этих индукций. Потому что трудно даже перечислить те направления науки, в которых он работал, и в каждой из которых он внес свой значительный флаг. Здесь и геохимия, биогеохимия, минералогия, радиология, метеоритика, космохимия, история науки, история искусств и так далее, и так далее. И вот эта работа в различных отраслях науки, работа на стыках науки, привела ученого к одного, как мне кажется, из важнейших литератомотивов и творчества. Наука одна, едина, нет ни великого, ни великого. И эта мысль о единстве научного знания определяется естественной взаимосвязью и взаимозависимости геологических, биогенных, антропогенных, космических факторов, о которых Владимир Иванович мог писать только в мире. И создавая принципиально новое научное направление к изучению природы, био, геохимии и возникновения, Вернадский творчески аккумулирует в нем достижения сразу всех этих технологий, биологии, геологии, химии. В наше время, пишет он, рамки отдельной науки, на которой распадается научное знание, не будет точно определить область научной системы, точно охарактеризовать его научную работу. Проблемы, которые его занимают все чаще, не укладываются в рамки отдельной, определенной, сложившейся науки. Мы специализируемся, утверждает Вернадский, не по наукам, а по проблемам. И это взаимодействие наук, решение одной проблемы, дало возможность ученым выйти к тем новым, широким обобщениям принципиального характера, которое дало возможность по-новому поставить весь комплекс традиционных старых проблем. Более того, подобная практика привела к выходу на объединение, казалось бы, необъединяемого естественно-научного и гуманитарного знания. Ибо исследование биохимических проблем в целостном виде по Вернадскому предполагало не только рассмотрение роли природной среды в геохимической эволюции живых организмов. Оно требовало также глубокого анализа геохимической активности живого вещества, как мощного формообразующего геологического фактора. Решение этой задачи не могло быть удовлетворительным, если бы при этом игнорировался человек, неотъемлемая составляющая часть живого вещества в биосфере. Однако, обратившись к анализу геохимической активности человека, Вернадский констатировал, что она проявляется не прямо и непосредственно, то есть не как чисто биологический природный процесс, но неизбежно посреданно склажившись между людьми сложными социальными отношениями, изменяющимися на различных этапах исторического развития общества. Владимир Иванович утверждал, связывая явления жизни в аспекте их атомов, учитывая, что они идут в биосфере, то есть среди определенного строения, меняющихся только относительно в ходе геологического времени, что они генетически нерасленно с ней связывали, неизбежно ясным становится, что биогеохимия должна глубочайшим образом соприкасаться с науками не только о жизни, но и о человеке, с науками гуманитарными. Сейчас это звучит, может быть, не так, как это звучало тогда. Тогда это были все новейшие открытия, которые, я бы сказал, просто не осознавались и не воспринимались научным сообществом того времени. Объять и осознать, это огромное многообразие единого научного знания, возможно, только на основе обобщающего мышления, которое в то время, среди естественных испытателей отнюдь не доминировало. И формирование такого обобщающего мышления, ломающего границы отдельных научных дисциплин и стало одним из великих достижений Владимира Ивановича Вернадского. Имя Вернадского стало символом нового мышления естественных испытателей нашего времени. В последней четверти 20 века помимо углубленной детализации знаний и избежных при этом специализаций потребовалась общая картина и биогеохимический подход Вернадского стал символом мышления нашей эпохи. Сама логика научного исследования ориентировала ученого на поиск взаимодействия эмпирической науки и философских обобщений. То есть он пришел к философии не потому что он старался прийти, а вопреки тому что он старался прийти, он пришел к философии на основании объективной логики исследовательства своего материала. Честная связь философии и науки пишет он в обсуждении общих вопросов естествознания является фактом с которым как таковым приходится считаться и который связан с тем что и натуралист в своей научной работе часто выходит не оговаривая или даже не осознавая этого за пределы точных научно установленных фактов и эмпирических обобщений. Вопросы философские и научные сплелись пишет Владимир Иванович как это было в эпоху логинской науки. вершиной научно-исследовательства творчества Вернадского как я уже говорил рассказывая о его биографии стала формулировка Вернадским целостного представления о биосфере как о специфической оболочке Земли в которой распространена жизнь и ее продукты вызванные прошлой деятельностью живых организмов. Основным признаком биосферы Вернадского является участие во всех ее процессах живого вещества в той или иной форме. Так рассматривая геохимические функции биосферы Вернадский опять же впервые в мировой литературе высказывает мысль о том что с самого начала биосферы жизнь ее входящая должна была быть уже сложным телом а не однородным веществом а ее биогеохимические функции по разнообразию сложных не могут быть уделов одной какой-нибудь видовой формы жизни они на всем протяжении биологической истории и по сейчас в окружающей нас природе неизменно распределены между разными формами жизни причем это еще одно выдающееся открытие Вернадского это целостная земная биосфера отнюдь не ограничивается земными пределами для Вернадского абсолютно ясно что жизнь есть явление космическое живые организмы являются не только детьми земли они в определенном мире и дети солнца и дети космоса тварь земли пишет Вернадский является созданием сложного космического процесса необходимой закономерной части стройного космического механизма как мы знаем нет случайности исходя из этого и разгадка жизни Вернадского не может быть получена только путем изучения живого организма познавая проявление жизни в окружающей ее среде планетарном масштабе мы должны отойти утверждает Вернадский от обычного для нас аспекта организма жизнь составляет неразрывную часть организованности биосферы а эту организованность мы не сможем понять если не отойдем от области Земли даже планетных явлений и не обратимся к строению всей космической материи ее атомов и к изменениям космических процессов при этом при единстве живого и жизни мы не можем знать где остановиться предназначением подстрояемого космоса и где-нибудь связанным с жизнью подобные представления о единстве мира и знания о нем восходящие необходимых первоносмотром мировоззренческих оснований науки требовали своего теоретического оформления и вот Владимир Иванович проследившись в своих трудах эволюцию нашей планеты как единого биогенного геологического космического процесса не мог оставить без внимания и длиминирующий при этом антропогенный процесс он что возникновение человека с его сознанием становится закономерным продуктом эволюции биосферы превращающим человека в геологическую силу по мере развития его сознания и именно этот процесс лег в основании формулировки в ренадском идее ноосферы можно сказать что впервые опять же в мировой литературе Владимир Иванович Вернадский попытался проследить эволюцию нашей планеты как единого космического геологического биогенного и антропогенного процесса показав при этом что параллельное существование этих сопряженных видов способствует их успешному совместному эволюционному развитию то есть Владимир Иванович Вернадский открыл хотя и не назвал его таким образом тот процесс который мы сейчас называем процессом коэволюции как совместной эволюции взаимосвязанных взаимозависимых и взаимонеобходимых параллельных рядов развития большим размахом и проницательностью он поставил вопрос о новых тенденциях взаимодействия общества и природы о превращении деятельности людей в планетарные силы человек впервые реально понял как сказал вернадский что он житель планеты и может должен мыслить и действовать в новом аспекте не только в аспекте отдельной личности семьи или рода государства или их союзов но и в планетном аспекте но как обеспечить такое состояние чтобы возросший мощь человечества его техническое могущество способствует не только росту благосостояния людей но и не вредили бы среди обитания в которых он существует по мнению вернадского подобный регулятор есть и он выступает как закономерный естественно-исторический этап эволюции планеты что же это по вернадскому это научная мысль человечества становящаяся планетарной силой возрастающее влияние науки определяет начало нового периода истории планеты когда биосфера переходит в новое эволюционное состояние ноосферу ноосфера по вернадскому это биосфера переработанная научной мыслью человечества таким образом ноосфера вернадского это совершенно иное понимание, нежели на сферах Леруа, Фианда-Шардена или пневматросфера Лоренского. Ну, я думаю, коллеги знают, что у всех названных этих мыслителей это идеальная сфера духа, круговорот духа, а у Вернадского это чисто материалистическое понимание нового состояния биосферы, трансформированной научной мысли человечества. Причем движение к этому состоянию детерминированной естественно-исторической эволюции человека, общества и природы. Я подчеркиваю, Вернадский не употреблял таких терминов, но по сути дела он говорил именно об этом. И вот резюмируя свое представление о на сфере, Вернадский сделал выводы большого научного значения. Согласно им, ход научного творчества является той силой, которой человек меняет биосферу, в которой он живет. Это проявление изменения биосферы есть не неизбежные явления, сопутствующие росту мамы человеку. Это изменение биосферы происходит независимо от человеческой воли, утверждает Вернадский. Стихийно, как природный естественный процесс, а так, следа жизни. Есть организованная оболочка планет, биосферы, то вхождение в нее, в ходе экологически длительного существования, нового фактора изменения, научная работа человечества, есть природный процесс перехода биосферы в новую пазу, в новое состояние, в новую сферу. И вот эти идеи Вернадского как раз вызвали острую, длительную дискуссию. А в основном, конечно, в нашей стране, в Советском Союзе, в России. Одни ученые считали, что мы уже живем в на сфере. Другие утверждали, что и образование дела будущего. Третье, саму идею на сферы считали очередным ненаучным мифом. Не все согласались, что на сфере есть эволюционный, а не исторический процесс, движущий социальными механизмами и так далее. Важным являются вопросы, заключающие в том, насколько должна быть и может быть преобразована биосфера разумом человека, чтобы произошел качественный скачок из биосферы в на атмосферу. И сможет ли человек, дитя природы, неотделимый от биосферы существовать на преобразованной им земле? Не станет ли социальными этапами развития человечества убийцы людей, как живых организмов? Здесь огромное количество почек зрения, людей. Я все это изучал, выписывал, но можно сказать все-таки, что ухаживал какое-то какое-то свое видение этого. Ну, например, Лидия Васильевна Фисянкова, наших коллегах в институте, импульс в создании вернадского учения на сфере видит в том, что его мировоззрение складывалось под воздействием общего гуманистического настроя его времени, когда благочеловечества и создание справедливого общества стояло на первом месте. Так что ноосферное будущее человечества, предсказанное вернадским, является ярким примером проявления этого архетипа, отражающего внутреннюю потребность души. Легена Семеновна Карпинская, анализируя творчество вернадского, показала противоречие идей порожденных вернадским натуралистам и вернадским гуманистам. Смешение научных и мировоззрительных представлений его трудах привело к переходу от научи в благим мировоззрительным пожеланиям. В идейно-теоретическом наследии вернадского полагает наш белорусский коллега Зеленков, мы не обнаруживаем целостной, глубоко разработанной концепции на сфере. Скорее, это своеобразная программа будущих исследований, ориентированная на построение такой модели биосферы, в которой в полной мере учитывается влияние человеческой деятельности, приобретающейся современный эпох, черты глобального геологического фактора. Путырев, наш нижегородский философ, считает, что, говоря о том, сможет ли человек, дитя природы, неотделимый от биосферы, жить на преобразованной им земле, Путырев отвечает на этот вопрос совершенно однозначно. В отличие от времен Вернадского, в наши дни ответ на этот вопрос весьма очевиден. К концу 20 века, пишет Путырев, общеизвестные факты, ноосфера реально предстала как техносфера, техноэволюция, неконтролируемое развитие которой подавляет и поглощает биосферу, ввергает человечество в экологический кризис и, в конце концов, ведет к ликвидации самого человека, его замены конструкторами, конструктами разума. Действительным коррелятом ноосферного мира становятся техно-цинозы, развивающиеся по законам цинозов любой природы без относительных пожеланий человека. Возникли теории и практики трансгуманизма, предполагающие отказ даже не от гуманизма, как от диалоги, а от самого человека, как родового существа. Игорь Константинович, сколько еще, чтобы закончить? Ну да, сейчас еще минутки три, разрешите четыре. Давайте, да, чтобы уже... Потому что так много идей, так много здесь идей. Очень интересно, конечно. Да, конечно, давайте, давайте. Хорошо. Еще минутки три. Сейчас я уже буду сокращать, насколько это возможно. Я убрал все, что я говорил здесь, вот о наших удающихся деятелях, которых я назвал. Я думаю, мы к ним будем многократно возвращаться. Это Владимир Владимирович Гирусов, Аркадий Дмитриевич Курсул, Александр Иванович Субета, питерский наш ученый, который тоже трудоголик такой активнейшим образом развивает все эти позиции. Но я скажу так, что с нашей точки зрения, с нашей точки зрения главный путь для решения вот тех проблем, которые здесь возникают, это путь, попытка добиться того, чтобы все-таки обеспечить эволюцию общества и природы. То есть такое сразвитие общества и природы, по которым обе составляющие части этой единой системы не противостояли бы друг другу, не мешали собственному развитию, а органично предполагали бы друг другу в их совместном сопряженном гармоничном развитии. Мир природы и мир общества едины. И чем выше организованы его представители, тем больше они зависят от целого, так как связаны с этим целым биологогенетическими, энергетическими, информационными, социальными связями. От этих связей отнюдь не освобождает, а наоборот привязывает социальное отличие человека от других инсушек. И это прекрасно понимал Вернадский, когда писал, что человек стихийно неотделим от биосферы. Отсюда, из этой теснейшей зависимости, не бывшей во времена Вернадского столь явной, как сейчас, следует, что неразумно, даже опасно менять структуру самих основ биосферы. Потому что новая антропогенная форма обмена атомов в биосфере ограничена требованием здоровой следы жизни для человека. Исторически, вернее, эволюционно сложившаяся форма организованности биосферы, в которой неразумно связан человек, требует ее плавного взаимодействия с развивающимся обществом на благо человека и природы. «Только процветающая биосфера», утверждал Никита Николаевич Мельсей, «служит вместилищем процветающего человечества». Достичь реального эволюционного развития природы и общества в условиях современного цивилизационного этапа человечества, конечно, может с большим трудом и только на основе разумного научного воздействия на сферу собственных социальных отношений. Как подчеркивает наш великий мыслитель, и, я бы сказал, философ такой, природный, как академик Яншин, но сфера является результатом действия слишихся в единый поток двух величайших революционных процессов современностей в области научной мысли с одной стороны и социальных отношений с другой. То есть именно в этом можно видеть исторический смысл формирования ноосферы Ковернадской. Не стихийное, разрушительное вторжение новой геологической силы человеческой природы, а регулируемая правотворную мысль в сохранении на планете разума условий для жизни и счастья людей. Таким мне видится исторический цивилизационный призыв великого гуманиста и мыслителя Вернадского в будущем поколении. Размышляя над современными проблемами формирования дальнейшего цивилизационного пути России, и я считаю, мы можем многое подчеркнуть в этих выводах. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Константинович. Не знаю, аплодисментов я никогда не видел по Zoom. Я вот так поприветствовал бы. Я думаю, что это будет правильно. Абдрюша аплодирует. В нашем семинаре это принято будет теперь, я думаю. Спасибо, Игорь Константинович. Огромная работа. Мы это перенесем, когда у нас будут встречи уже очные, когда у нас после каждого семинара еще была неофициальная часть. Конечно, конечно. И там можно было... Мы не будем терять наши традиции. Обязательно. Спасибо, Игорь Константинович. Мы сейчас отрабатываем просто новую форму. И давайте, как и было условлено, вопросы. Игорь Константинович, поскольку вы были заняты докладом и не видели вопросов, чтобы вам в них не вникать, давайте те вопросы, которые будут поступать в чат, я вам озвучиваю их. Сейчас вы будете отвечать. И вы в чате видите, кто их писал, эти вопросы. Спасибо. И это правильно будет. Мы будем пользоваться такой возможностью. А сейчас, вот давайте, Ирина Владимировна и Бахнюк вам задают вопрос, как сейчас относятся к имени и наследию Владимира Вернадского на Украине, с которой его многое связывает в жизни. Давайте прям вопрос-ответ. Да. Очень положительно оценивают и с очень большим пиететом, но только подчеркиваю, что это великий украинский мыслитель, создатель Украинской академии наук. Но мы активно работаем с нашими некоторыми коллегами на Украине. И сейчас, и здесь, в общем-то, у нас противоречий вроде как нет. И мы, и они говорим, что Вернадский – это не какой-то представитель какой-то страны, а это мыслитель общемирового масштаба. И когда читаешь, я с изумительным восхищением читал его дневники, его письма, его заметки. Это человек мира. И поэтому никаких каких-то таких националистических вещей здесь даже и близко не присутствует. Хотя он сделал очень много для Украины, он создал, по сути дела, украинскую академию. Да. Хорошо. Поскольку у нас семинар междисциплинарный и глобалистика, второй аспект имеет она без международного аспекта и вообще такого видения и подхода существовать не может. Очень надеемся, что у нас и Украина, и Белоруссия, и многие-многие другие, так сказать, регионные страны подключатся. Тем более Михаилович сегодня из Эстонии еще обязательно скажет что-то наверняка в этом семинаре. И тогда, может быть, и украинские наши коллеги тоже подключились бы. Вопрос интересный. Спасибо, Ирина Владимировна. Ее второй вопрос. Сын Вернадского, Георгий Владимирович, который профессионально состоялся в эмиграции, был известным философом-евразийцем. А как Владимир Иванович воспринимал идеи евразийства? Мы тоже будем стараться лапидарные вопросы и ответы. Вы знаете, я не берусь ответить на этот вопрос. Я хорошо знаком с идеями сына, но как к нему относился отец, я не знаю. Нет-нет, к евразийству. К евразийству, да. Я говорю, я знаком с евразийскими идеями его философом. А, Евгения. Да. Но как отец относился к этому, я не знаю. Ирина Владимировна, огромное спасибо за этот вопрос. Вы сегодня с нами. И если вдруг, так сказать, захотели бы привнести хотя бы немножко что-то. Очень интересный поворот дела. Спасибо. И об этом интересный семинар. Я тоже с большим удовольствием обращусь к тому, чтобы получить дополнительную информацию на этот счет. Это интернет будет, но даст нам такую возможность. Но, может быть, здесь кто-то хотел бы и смог бы потом. Вот, я вижу, Александр Михайлович потом обязательно добавит сюда. Прекрасно. Прекрасно. А мы продолжаем опять вопрос-ответы. Просто сейчас формат только вопросов-ответов. Подождите, сейчас по чату будет, а потом уже будет и такая возможность реально задать вопросы. Теперь Николай Сергеевич Рыбаков, это председатель философского общества из Пскова. Рад вас видеть, приветствовать. Давненько не общались. То есть, можно ли сформулировать признаки, критерии становления ноосферы? Игорь Константинович, вам вопрос такой. Да, они многократно формулировались, но в данный момент просто я не взял с собой эти материалы. Но они многократно. Можно прямо открыть любые тексты, и там самые разные подходы к этому есть, и самые разные признаки и критерии, причем часто иногда даже взаимосвязчивающие друг друга. То есть, это обсуждение идет. Я просто не знаю. Да, простите, Игорь, что перевел вас. Да, я хотел бы сказать, что тоже очень интересный вопрос, и поскольку у нас не только научный, но и научно-образовательный аспект этого семинара, на сайте глобалистика.ру я просто вот сейчас этой высокоуважаемой аудитории прямо такую задачу вот формулирую. Если кто-то напишет, например, для сайта глобалистика.ру критерии, признаки становления ноосферы, прекрасно. Если кто-то это даст такую форму научной статьи, то век глобализации долго не будет откладывать в портфель такую статью, конечно, публикуем. Николай Сергеевич, спасибо за интересный вопрос. А еще вот профессор Затулеветер вопрос задает. Мы живем в эпоху глобальной цифровой трансформации мировой социосистемы. Она протекает стихийно, с растущими системными дисбалансами, что становится новейшим вызовом для устойчивого развития главных социально значимых процессов и всей социосферы в целом. Игорь Константинович, как это влияет на развитие ноосферного учения? Вам вопрос такой задают. Сейчас мы в Институте философии приступаем к разработке нового мегагранта, который как раз посвящен этой проблематике. Цифровизация ее возможностей, опасностей, возможностей и преливистки для современной ситуации. То есть это огромная проблема, очень неоднозначная, и мы приглашаем вас подключиться к этой теме тоже вместе с нами. Отлично. Однозначных ответов здесь никаких пока нет. Теперь Тейр Махаматович, Махаматов, профессор, задает вопрос. В одной из своих работ Вернадский писал, что господство ноосферы, просто у меня сбилась картинка, господство ноосферы возможно только при социализме, так как частная собственность не позволяет ее реализации. Как вы оцениваете эти мысли Вернадского? Тейр Махаматович, я изучал, когда изучал эту проблематику, я выписал все определения ноосферы, которые я нашел у Вернадского. Это заняло у меня много-много страниц. И вот в этих определениях ноосферы огромное количество взаимоисключающих определений, взаимоисключающих подходов, потому что Вернадский не создал учения о ноосфере, а он искал различные пути. А потом, когда я читал его дневники, он в одном из своих дневников пишет, что я кому-то написал какую-то мысль, а он мне отвечает, как же так, ты же вот два или три года назад писал совершенно противоположно. Я, говорит, открыл этот свой текст, увидел, на самом деле я писал совершенно противоположно, но я как-то забыл просто то, о чем я писал. То есть такая особенность этого великого человека, что он, в общем-то, все время был в поиске и отвечал на этот вопрос всегда даже и по-разному. Тогда получается так, что его мысли не стоит всерьез принимать. Нет, так не стоит. Это как раз говорит о том, что здесь мы видим, что мы видим... Искал, но не нашел. Мы видим вот это внутреннее состояние ученого, который ищет. Давайте скажем большого ученого. Великого ученого. Великого ученого. Только такой человек может и на себя посмотреть критически и, естественно, имеет, как бы мы сказали теперь обыденным языком, заднюю скорость, так сказать, или задний ход. Потому что некоторые только вперед могут двигаться, а некоторые могут признавать свои ошибки. Это качество великих людей. Ну, Тавер Махамадж, простите, я надеюсь, вы сможете сегодня еще выступить. Хотелось бы, чтобы вы выступили. Я знаю, что у вас занятия. Да, да, к сожалению. Знаю, знаю. Но я просто в связи с этим, Александр Николаевич, если позвольте, хотел сказать. Вот это про частную собственность, если они приводили к тому, что вот неоглобализация или новое состояние, более цивилизационная глобализация позволит реализовать ноосферную идею Вернадского. Это вопрос докладчику, пожалуйста. Да, 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 ему. Я еще раз говорю, что кроме этого положения у него есть положение совершенно противоположное. Нет, ваша позиция с точки зрения глобализации, можно ли сказать, новый, более высокий цивилизационный уровень глобализации позволит все-таки реализовать ноосферную концепцию Вернадского? Вот мой вопрос. Ваша позиция. Я затрудняюсь, соответственно, этот вопрос однозначно. Отлично. Лично, например, у меня есть мнение. Я обязательно с ним поделюсь сегодня. У меня тоже есть мнение. Да, Таир Махмадович, с вами к этому вопросу обязательно вернемся, если вдруг вы до конца семинара не будете. Ну, спасибо вам за такое обострение и действительно за... Вы никогда не сглаживали острых углов, за что я всегда глубоко вас уважал. И это один из таких вопросов. Совершенно верно. Тут с концепцией у нас сферы немало дискуссионных вещей. Сегодня у нас здесь и профессор Режабик, и Данилов Данилян, Виктор Иванович, я думаю, они выскажутся. И Александр Михайлович тоже старостен, много специалистов. Но сейчас еще вопрос. Подождите. Вот Ирина Владимировна, опять их бахнюк, с вопросом таким. Идея Вернадского о том, что научная мысль может быть регулятором экоэволюции общества и природы к эволюции. Виктор Иванович, сейчас он тоже мог бы что-то сказать, конечно. Вот, к эволюции общества и природы представляется излишне идеалистичной. В начале 20 века такая идея была более или менее объяснима. Но сейчас в условиях гораздо более сложной системы взаимосвязи регулятором скорее может стать осознанная социальная ответственность или что-то другое. Это вопрос, Игорь Константинович. Игорь Константинович, как по вашему мнению? Ну, смотря как, что вкладывать в эти вопросы, понимаете. Я вкладываю одно, спрашивающее вкладываю другое, поэтому здесь, как говорится, возможны разные точки зрения. Игорь Константинович, не обязательно на все вопросы давать ответ, тем более развернутые, но я вот очень бы просил Виктора Ивановича парочку слов потом сказать, когда будет обсуждение, потому что Виктор Иванович как раз с Никитой Николаевичем Моисеевым дискуссию интересную, так сказать, тогда очень серьезно нашумевшую по поводу коэволюции общества и природы и так далее. Это очень интересная вообще сама по себе тема и к нашему семинару сегодня имеет отношение. Мы можем быть даже специально, я думал, может быть, мы с Виктором Ивановичем договоримся, он также выступит на эту или, может быть, другую тему. Да, я хорошо знаком с этой дискуссией, принимал участие, и поэтому здесь, в общем-то, мы тогда обсудили все это и высказали свои точки зрения. Ну, а Виктор Иванович сегодня обновить тогда, может быть, источники информации, тут очень важно еще, особенно у нас много студентов, слушают начинающих, специалистов в этой области, и тогда мы обратимся к интернету, к источникам и посмотрим на ту дискуссию, и потом тема, конечно, не закрыта, это понятно. Архангельский задает вопрос. Единство науки... Ой, не слышно вас. Не слышно меня? Алло. Игорь Константинович, меня слышно? Вас не слышу. Меня слышишь, Игорь Константинович? Меня слышишь? Нет, не слышу. Меня не слышишь? Ну, сейчас слышу, да. Слышишь? А то сам читай вопросы. Ну, тебе лучше... Квакай. Давай, слушай вопрос. Единство науки предопределено единством мира. Наука, копия, мир оригинал, мир многоярусен, ярусы взаимосвязи... Пропадает звук. Игорь Константинович, ну, смотри тогда сам вопрос в чате. Не слышу. Не слышишь? Ну, смотри вопрос в чате тогда. Не слышу. Не слышу. Хорошо. Тогда, кто хотел... Я видел, Александр Михайлович, вопросы задавать. Давайте несколько вопросов таких, которые будут озвучены, если они есть. Пожалуйста. Александр Михайлович, тогда вопрос вы хотели задавать? Да. Задавайте. Игорь Константинович, вот у меня в руках книга Баландина, ну, одного из известных популяризаторов, биографов, «Ноосфера Земли, прозрение и заблуждение Вернадского». Ну, меня заинтересовала как бы позиция Баландина, который хорошо знает творчество Вернадского. Он полагает, что вот этот постулат или эта позиция, вы говорили о многих или многообразных определениях новосферы Вернадского, что мысль как природное явление, мысли, научная мысль как геологическая сила, она носит, ну, если не сомнительный, то некий как бы недосказанный характер. Вот что вы думаете на этот счет? То есть в данном случае мы просматриваем какое-то противоречие натура центристского и культура центристского подхода. Между ними есть какой-то непреодоленный барьер. То есть дело не только в том, как мы рассматриваем мысль, но и как мы к этому подходим. Вот интересно, вот если идти по пути проблемному такому, где сомнения, ну, Баландин предлагает как бы вводить техносферу как бы некую среду, которая развивается, и она как бы снимет эту непонятность или противоречие. Но возникает вопрос, а какого рода техносфера? Техносфера растяжимое понятие. Может быть, мы уходим уже вот в эту область сверхцивилизации, там вот, понимаете, то, что ориентируется на некие синагетические возможности технических систем. Пожалуйста, Игорь Федорович. Игорь Константинович, есть желание прокомментировать? Ваше мнение насчет сомнений, заблуждений. Пожалуй, соглашусь. Вопрос, в общем-то, недостаточно проработан в этом понимании у Ирнацкого. Здесь на самом деле надо посмотреть более глубоко и всесторожно на эту проблему. Еще один вопрос. Александр Михайлович, смысл нашего семинара вот в чем. Послушайте, очень важно. Мы отрабатываем пока технологию. Значит, после доклада мы уточняем позицию лектора и докладчика. И в этой связи лапидарные вопросы и такие же короткие ответы. Затем будет возможность высказаться, в дискуссии вступить. И там же можно будет свою позицию зафиксировать. Поэтому желательно сосредоточиться на самом вопросе. Пожалуйста, Александр Михайлович, вопрос у вас еще был. Ну, вопрос такой. Вот все-таки достаточно ли фундаментальный категориальный аппарат, там, вещество, энергия, там, синергетические закономерности, взаимодействия, информация для того, чтобы рассуждать о неком целостном ноосферном так сказать феномене, если недостает какого-то прорыва. Связь там... Александр Михайлович, вы же понимаете, что Бернацкий работал с тем аппаратом, который был у него. Да. Сейчас, конечно, этого недостаточно аппарата. И мы сейчас включаем новые, новые, новые вещи, но от этого проблема отнюдь не решается более легко. То есть продолжать все равно надо и концептуально разрабатывать это, но во всяком случае тот материал, с которым работал Бернацкий, у него это каким-то образом выстраивалось в какую-то некоторую целостную структуру. Я внимательно смотрел. Кстати, еще не спасибо. Так, хорошо. В таком случае, если еще есть вопросы устные, очень короткие вопросы, короткие ответы, потому что вопросов может быть еще много и немало будет выступлений. Но вот Елена Александровна Дергачева вопрос хочет задать, пожалуйста. Игорь Константинович, спасибо большое за интересный доклад. И я хотела бы спросить у вас, так все-таки ноосфера это техносфера сейчас формирующаяся или что-то другое в вашем понимании? Как вы понимаете ноосферу? В моем понимании как раз нет. В понимании Кутырева это техносфера. Я считаю, что ноосфера это все-таки результат того процесса, который мы могли бы получить в результате взаимодействия коэволюции природы и общества. У нас пока нет коэволюции природы и общества. Но это путь к ней. То есть ноосферу Вернадский понимал как результат коэволюции общества и природы по сути дела. А потом интерпретаторы уже говорили да какая же это ноосфера, это техносфера. Есть точки зрения Штильмарка, который говорит, что это вообще религиозная, чисто религиозная концепция. Это новая религия, вся эта ноосферная проблематика и так далее. Мне кажется, что Вернадский судя по тому, как он мыслил, как он вот мне очень близка позиция Лидии Васильевны Эфисенковой. Она говорит, он просто хороший человек и он верил, что человеческий разум не может приносить вред. Он обязательно должен достичь того, чтобы всем было хорошо, что она обязательно будет способствовать нашему движению по пути вот такого прогресса. Такая прогрессическая точка зрения. Он в это верил и он это формулировал. Отлично. Поскольку мы должны... Спасибо, да. Поскольку мы с людьми за временем у нас еще будут и выступления, я прошу предельно короткие вопросы, чтобы уточняющие позицию Игоря Константиновича, кто не может не задать вопрос, не может не задать, потому что наверняка уже потом, а то мы будем сжимать потом выступления. Но если я правильно вижу, Игорь Федорович Кефель, профессор из Петербурга, крупнейший специалист тоже в этой сфере. Пожалуйста, Игорь Федорович, рад вас приветствовать. Добрый день, приветствую всех и Игоря Константиновича, и Александра Николаевича, и всех в этом линейке фронтографии. Я не вопрос, я хотел просто выступить, поэтому... Нет, нет вопроса, вопроса, только вопросы сейчас. Пока. Да, 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 сейчас нет выступления. Пока вопросы еще, все. Значит, с вопросами тогда мы практически закончили, да, сейчас я гляну другую картинку, там не вижу тоже желающих вопросов. Так, вот я смотрю, здесь написано довольно много, Артем Свиридов, это студент, пишет, в таком количестве вопросов, или что-то я не пойму, не успеваю. Александр Николаевич, это я написал условия для перехода к наосфере, 12 условий, которые я нашел. Очень хорошо. Ладно, и вот Архангельский там вопросы задавал, да, на то он и чат. Значит, Игорь Константинович, когда будут тут выступления, прочее, посмотрит тогда уже у Архангельского, там у него преамбула есть и вот два вопроса еще. Но вопросы связаны с преамбулой, поэтому все зачитывать, просто нет времени. Игорь Константинович посчитает, нужно что ответить, потом. А сейчас, тогда мы переходим к обсуждению, но, поскольку я говорил о том, что еще у нас Алина Белоусова подготовила выступление, но Алина, насколько я знаю вашу презентацию, я посмотрел очень интересную, она в немалой степени может перекликаться с тем, что говорил Игорь Константинович, поэтому у меня просьба сказать только то, что будет, может быть, дополнительно, что нужно было бы сказать с вашей точки зрения. И, может быть, не те семь минут, которые мы договаривались, а, может быть, и три, и пять минут, сколько, но вот в пределах не более пяти минут уложиться, если что-то совсем дополнительно к Игорю Константиновичу. Хорошо, Алина, договорились, да? Да, конечно. Всем добрый вечер. Спасибо большое организаторам этого мероприятия за возможность принять участие. Сейчас включу демонстрацию экрана. Представьте, Алина, еще для всех, чтобы было понятно. Собственно говоря, титульный слайд. Меня зовут Белоусова Алина, я являюсь студенткой четвертого курса факультета глобальных процессов, и мое выступление сегодняшнее посвящено такой теме, как глобальное информационное пространство — это путь к становлению ноосферы или нет. Итак, о чем бы хотелось бы сказать? Собственно говоря, про ноосферу, про историю этого понятия и про необходимые условия для ее достижения мы уже проговорили, и мне хотелось бы обратиться к цитате Вернадского, которая представлена на слайде. Тут говорится о том, что наш современный вид homo sapiens — это от них не вершина эволюции, то есть предполагается, что человек как биологический вид может дальше эволюционировать. И те извинения, которые происходят в современном обществе, связанные в первую очередь с процессами цифровизации, информатизации, формирования глобального информационного пространства, они коренным образом влияют как на нашу биологическую составляющую, так и на нашу социально-ментальную составляющую. Сейчас на слайде представлено определение глобального информационного пространства, что оно из себя представляет. И тут хотелось бы акцентировать внимание на том, что глобальное информационное пространство является результатом, следствием процесса глобализации. В современном мире, и причем этот процесс уже идет с 1960-х годов, информация становится основным ресурсом. Она приобретает коренную основополагающую ценность. И можно выделить несколько тезисов. То, что если материальные ресурсы всегда ограничены и подчиняются различным законам сохранения, то интеллектуально-информационные ресурсы, они принципиально не ограничены. В материалы и энергоемкости, как следствие, в уменьшение остроты сегодняшних экологических проблем и, возможно, вообще разрешение этих проблем в будущем. В динамичности высоконаучного потенциала технологии и продукции, повышающегося научно-технического уровня и научно-технического прогресса, мы точно так же можем найти новые виды и способы решения многих глобальных проблем. Необычайно высокой эффективности производства. Например, объединение 120-150 исследователей повышает результативность каждого из них более чем в тысячу раз. В легкости тиражирования найденных научно-технических решений на все множественные варианты потенциальных потребителей. В способствовании социальной интеграции и повсеместному внедрению высоконравственных отношений. Все это сегодня является следствием распространения информации и следствием информатизации общества. Это те возможности, которые нам предоставляет глобальное информационное пространство, которое уже сформировалось и продолжает формироваться сейчас в ближайшей перспективе. Особенно следует выделить текущее условие. Это эпидемия коронавируса, которая вынудила большую часть человечества так или иначе перейти в цифровой формат и еще больше приобщиться к глобальному информационному пространству. Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на влиянии этого самого глобального информационного пространства на сознание как человека, конкретного индивида, так и на сознание огромных глобальных общественных масс. В первую очередь следует акцентировать внимание на биологических изменениях. Дело в том, что использование интернет-технологий, использование цифровых технологий, использование различных технических устройств коренным образом влияет на деятельность человеческого мозга, а также на способ человеческого мышления. Существуют такие термины, как поколение Z, поколение X и так далее. Речь идет о том, что современные люди, современная молодежь, которая так или иначе рождается, растет и формируется, воспитывается как раз-таки под влиянием глобального информационного пространства, ее мышление, ее способ восприятия этого мира коренным образом отличается. Изменения происходят практически на биологическом уровне. Нам это тоже следует учитывать. Второй фактор, второй фактор, это возможность глобального влияния на огромные массы населения. Глобальное информационное пространство предоставляет именно эту возможность. Если раньше ораторы выходили на площадь и вещали определенному кругу людей, потом появилось радио, еще больше возможностей, то сейчас, когда у огромного количества людей есть доступ к интернету, доступ к информации практически в неограниченном масштабе, это ставит вопросы о манипулировании обществе, о воздействии на массовое сознание человечества. Итак, глобальное информационное пространство — это путь к ноосфере или от нее? Тут предлагаю обратиться к тем критериям, к тем условиям, которые были скинуты в чаты, которые сейчас заступны каждому. Особое внимание прошу обратить на пункт второй, это резкое преобразование связи и обмена между странами, усиление связи, в том числе политических, между странами Земли, исключение войны жизни общества, разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать ее способной удовлетворить все материальные, эстетические, духовные потребности численно возрастающего населения. На данный момент, если мы посмотрим критериям, глобальное информационное пространство еще не может называться ноосферой. Однако, оно располагает огромным потенциалом, чтобы стать как раз-таки тем связующим звеном, которое приведет человечество к той самой сфере разума, сфере господства разума и сохранению разума на планете, по сути дела, к следующей ступени эволюции нашего вида. Надеюсь, что уложилось во время. Если будут вопросы, буду очень рада ответить. Материал объемный, уместить пять минут сложно. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Алина, за очень интересное выступление и, главное, актуализировала в контексте той реальности, в которой мы живем. Ну, давайте, коль скоро мы ее заявляли как судокладчицу такую со стороны студентов. Очень короткие вопросы в режиме реального времени. Если кто-то хотел бы ей задать, можно задать. Пожалуйста. Ну, а, ну, пожалуйста, Молчанов. Вопрос можно задать? Ну, давайте, Молчанов хотел сначала, потом Зулевитер, я просто видел его. И потом, давайте два вопроса. Пожалуйста, Молчанова Виктора просим. Я только так могу обратиться, не знаю очень слова вашего. Пожалуйста, пожалуйста, вопрос. А, у вас нет звука. Звук включите Молчанова, а Зулевитер... Я уже включил. Задавайте. Значит, вот у меня такой вопрос, который является смысловой сверткой всего вашего спича. Как вы считаете, цифровизация, какую главную функцию глобального социума несет в себе как инструмент информационного обмена и контроля? Какую главную социальную функцию несет в себе цифровизация? Вопрос по этому, Алина, очень коротко смысл только... Я просто хотел бы потом пояснить. Я знаю, век ли она ответит, но... Я понимаю, но все-таки сегодня вернадские идеи и очень правильно... Это сверхглобальная идея. Абсолютно согласен. Цифровизация цифров, информация входит в три единства материи информация мира. Это новое правильное мировоззрительство. Вопрос короткий, короткий ответ, Алина, пожалуйста. Хорошо. Попробую ответить. На мой взгляд, цифровизация представляет собой технологический аспект формирования глобального информационного пространства. И если говорить о его социальной составляющей, то это то, как человечество может научиться, как оно может войти в эту цифровизацию, как оно может адаптироваться к этому процессу. Хорошо, молодец, Алина. Ваше мнение известно. Теперь готовый ветер, короткий вопрос, короткий ответ, и мы перейдем. Так, к сожалению, у меня тут видеокамера не подключается. Вопрос такой. Вот Марина сказала, что глобальное информационное пространство на биологическом уровне что-то меняет. Но, к сожалению, наука, а может быть, к счастью, наука еще не установила корреляции между глобальным информационным пространством и генофондом, которым обладает человечество, и слава Богу. А теперь мой вопрос. Развитие глобального информационного пространства это путь в ад или в рай? И от кого зависит, и от чего зависит вот эта развилка? Вот так, Алина, такие вопросы в путь в ад или в рай. Пожалуйста, я бы добавил не утопия ли это вообще ноосфера. Все-все понятен вопрос. Да, Алина. Да, спасибо большое за вопрос. На мой взгляд, только от нас. Вот, от каждого конкретного человека и от всего человечества в целом зависит то, куда мы придем, в ад или в рай, потому что именно мы сейчас, в данный конкретный момент, даже когда разговариваем с вами, определяем то, как пойдут процессы информатизации, процессы цифровизации, то, как будет формироваться глобальное информационное пространство. Мариночка, могу еще прокомментировать. Мариночка, вы немножко оптимистично смотрите на это весь. Человечество не достигло того уровня зрелости по Вернадскому, который позволил доверить ему этот процесс решения. И второй момент, я думаю, что глобальное информационное пространство на 90% и больше зависит не от нас с вами, а от того, какие компьютеры, как, так сказать, устроены компьютеры и что они нам диктуют. очень хорошо, что мы уже переходим в режим дискуссии, потому что это были вопросы, все нормально. Ее зовут Алина Белоусова, вы еще это имя услышите, наверняка, в частности, великих ученых, которые будут Россию представлять в свое время. Ну, молодец, сначала прекрасно. Алина, если есть желание отреагировать на это, хотя Игорь Константинович дал прекрасный примерок, великие ученые, я его к таковым отношу, отвечают на вопросы, они говорят, не знаю, я должен подумать, или не обязательно отвечать на этот вопрос, понимаете, ну, а уже ответы сами за себя говорят. Так что не обязательно отвечать, если есть желание, пожалуйста. Нет желания, или есть? Хочу еще раз поблагодарить за предоставленную возможность. Все желания оставлю для своих дальнейших научных изысканий. Прекрасно. Ну, хорошо, коллеги, вот теперь у нас остается полчаса времени, да, это не так много. Конечно, таким ученым, как Виктор Иванович Данил Данилян, например, или Михаил Швеллер, например, или так можно продолжать, и там скажешь, Игорь Федорович, Игорь Федорович Кеффеле, дать пять минут и сказать, вот уложитесь, ну, просто неприлично. Но это семинар, поэтому мы с такого рода людьми потом договоримся об отдельных выступлениях, но не услышать мнение, например, Виктора Ивановича по многим вопросам, которые сегодня прозвучали, было бы просто неправильно. Поэтому, Виктор Иванович, если вы не возражаете, я бы вас очень просил, ну, желательно, конечно, в пять минут уложиться и вам слово. Пожалуйста, если можно потом... Спасибо, Александр Николаевич, спасибо. Потом Игорь Федорович, ну, и дальше я скажу потом. А, Ирина Владимировна, очень хотелось бы, чтобы тоже сказала сегодня, ну, Борис Георгиевич лежать как-то само собой. Пожалуйста, Виктор Иванович. Да, спасибо, Александр Николаевич, еще раз добрый вечер всем участникам семинара. Большое спасибо за организацию этого семинара. После, ну, многих месяцев, хоть, по крайней мере, лица человеческие увидишь, тех, кто снимается глобализацией, хотя бы это. Так, мне пяти минут не надо. Я согласен выступить на семинаре с докладом и все подробности оставим, если, конечно, руководство семинара примет мое предложение составить этого доклада. Окей. Ну, я только одном, ну, несколько так коротких совсем реплик. Я не думаю, что Владимир Иванович Вернадский был материалистом, как его тут хотели представить. Он был стопроцентным идеалистом. Прочитайте его брошюрку, написанную где-то вот в пятнадцатом или шестнадцатом году. «Жизнь во Вселенной», у вас никаких сомнений по этому поводу не останется. Я не думаю, что Владимир Иванович думал о коэволюции. Он слова-то этого не знал, конечно, но дело в том, что он был завоевателем природы. Я думаю, что он вполне согласился бы с Владимиром Мичуриным. Мы не можем ждать милости от природы, взять у нее наша задача, только разумно это надо делать. Вот что хотел сказать Вернадский. А насчет того, чтобы коэволюция какая-нибудь происходила, он об этом даже и не задумывался наверняка. Коэволюция это взаимоприспособление. Природа не может приспособиться к современному человечеству. Не может. Потому что современное человечество меняется гораздо быстрее, чем может меняться природа. Скорость инноваций в современном научно-техническом состоянии цивилизации. Это одна инновация, 10 лет на инновацию. В природе нужен миллион лет, а может быть 6 миллионов лет для того, чтобы образовать новый биологический вид. Вот между техной эволюцией и биологической эволюцией аналогия именно вид инновации. Новый вид инновации. Здесь слишком велико отставание. Как я уже написал на этом сайте, о котором не раз говорил Александр Николаевич, черепаха никогда не догонит ахиллеса. И даже Зенон Элейский против этого не стал бы возражать. Вот. Ну, наверное, и все. А остальное тогда уж скажу на докладе, если таковой будет. Таковой будет, Виктор Иванович, если вы принципиально возражать не будете, а мы настаивать будем. Ну, это уже следите на сайте «Глобалистка.ру» будет каждый раз объявление и также вход на сайт. Так что очередное, может быть, даже следующее, это мы договоримся. А я тогда позволю себе, очень мне кажется, чтобы потом не уходить от этого, важно сейчас подчеркнуть. Коллеги, сейчас Михаил Веллер скажет после этого, потом мы определимся последующим. Но я хотел бы обратить внимание на такой момент, на который еще сегодня никто просто не сказал еще об этом. Я об этом писал, поэтому только осталось заметить, что когда мы говорим о концепции ноосферы, мы всегда подчеркиваем это, что он позаимствовал этот термин у философов, у Теяра де Шерде, Леруа его предложил в свое время, а уже, как мы говорим, на материалистической основе обосновал, хотя Виктор Иванович сейчас очень интересно сказал, что какой же он материалист, скорее, это мы делись, неважно. А вот что мы должны сегодня, по прошествии того времени, который уже мы делили концепции ноосферы, об этом много говорили, и вот эти ожидания ноосферного общества, которые в 70-е, 80-е годы, а мы, многие из нас, этого поколения, которого старшего, знаем, какие надежды возлагались на то общество, которое будет ноосферное, много-много таких разочарований, если хотите, но не очаровывайтесь, если хотите разочаровываться, но вот были очарованы. Мне кажется, проблема в том, что мы до сегодняшнего дня толком еще не разводим эти два понятия ноосферы, философское понятие ноосферы и, естественно, научное, как философская идея, она и у Теяра Дошарден и у Леруа и у Вернадского заслуживает самого большого внимания, интересная идея, как некая цель, как некая, ну и дальше и будут не останутся. А вот как естественно научное, во что ее во многих случаях превращают и говорят, да, это естественно научная, так сказать, концепция, и тогда что остается? Остается ее применять здесь и теперь, научная теория и так далее. Вот этот момент разделения, собственно, философского естественно научного содержания наноосферы. Мне кажется, очень важен, я не имею возможности больше на этом останавливаться, но хотел на этом обратить внимание. Пожалуйста, Михайлович, вам слово. Тоже в пределах пяти минут просьба. Звук, Михайлович, звук, 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 звук. Михайлович, звук. 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 Вот теперь слышно. Звука нет, звука нет. Михайлович, нет звука. Сейчас есть. Вот теперь есть, давайте, время пошло. Спасибо большое. Александр Николаевич, я как раз очень удачно продолжил бы с того, чем вы закончили и относительно науки и философии. Понятно, что учения Вернадского созданы, существуют в общем научном контексте и только в таковом контексте можно его толком понять. Начиная с единства существ, то есть восходя к античной философии, к плотину и так далее, и далее до эволюционистов, уже рубежа 19 века, до вективистской социологии Конта, до синтетической философии Спенсера, понятно, что Вернадский это дальнейшее развитие вот этого течения. Это момент первый. Второй, мне вот ну как-то по родственному необыкновенно близка фигура Владимира Ивановича его учения, потому что когда я в 80-х и старался строить энергоэволюционизм, Вернадского не читав, потому что жил я в Таллине, а все библиотеки в Таллине одна в Москве, то это был сход, совершенно ход мыслей, потому что все запитываются из одного информационного облака. И вот теперь об информационном облаке в Москве представляется, что, поскольку сам Вернадский, как справедливо заметил, основной докладчик единого универсального определения не давал да и не мог. Это общее информационное облако. не просто информационное облако, но также операционная система, которая делает определенные заключения из этого облака, направляя коллективные действия, в идеале в глобальном масштабе, на какие-то свершения. Все это вместе. Что касается информационного облака, здесь понятнее, и оно, если уточнить, оно не путь глобализации, оно аспект глобализации. Потому что глобализация не наступит с 1 января, допустим, 2042 года, а это вот нарастание. Сейчас мы, конечно, с этими социальными сетями интернетом имеем, ну, в общем, глобализацию в информационной сфере, без спор. А вот что касается разума, то здесь, конечно, несколько хитрее, потому что, простите, но люди, читая Толстого, очень просто, эпилот вторая часть войны мира, что, если допустить на единый миг, что жизнь человеческая, может руководствоваться разумом, то исчезнет самая возможная жизнь, все-таки продолжают думать, что разум есть двигающая и руководящая сила, притом они знают фамилию Фрейда, и даже если не читали, произносят ее с уважением. Если мы возьмем всю историю, ее аспект социальный, политический, экономический, технический, то никогда не по разуму заменялся рабовладельческий на феодальный и так далее, и так далее. Ну, марксистскую борьбу классов мы и оставим. Нужно понимать сущность разума, техническую, служебную и дополнительную. Люди всегда знали, как поступать правильно, как поступать хорошо. Тот или иной моральный кодекс, очень позитивный, существовал в любой стае, в любом племени, и тем не менее жили они всегда не по разуму, потому что человеческое общество руководствуется в своих действиях отнюдь не разумным рациональным стремлением к тому, что понимается под благом. Это длинный отдельный разговор. В двух словах значит всем привет от создателя культурологии Лесли Уайта, от его статьи «Энергия и культура». Про себя сейчас не буду говорить и все, простите, пожалуйста, сегодня день Владимира Ивановича Вернадского, великого и гениального. И чтобы это закончить, понимаете, что касается разума, вот сейчас, когда люди в очередной раз, я имею в виду прежде всего Западную Европу, предстоящую сейчас в Штатах, строят прекрасную теорию. Вот какой был замечательный человек Урильев Пачи, спасибо Александру Владимировичу, вот я прочитал спокойно наконец эту книгу о человеческих качествах, ну так бы и поцеловал Пачи, ну мужским сдержанным поцелуем. Как только люди начинали руководствоваться теориями, будь то Руссо, будь то Маркса, будь кого-то еще, проливались моря крови, потому что подавлялись несогласные, и люди присваивали себе право насильно устанавливать справедливый порядок, если противятся те, кто производит блага. Вот это то, что мы имеем сейчас. Так что идем мы с этим в ад или в рай, помилуйте, ад или рай, это в том обществе, которое сейчас кончается. Мы идем в иное общество, о чем другой разговор, но понимать надо, что некая руководящая роль ноосферы, разумеется, вот в представлении, насколько я могу понять, действительно идеалистов, в смысле очень хорошего человека, вот истинно русского интеллигента, который ставит мораль все-таки выше презренных фактов. К сожалению, вот руководства этой ноосферы никогда не будет, потому что у природы другие задачи. Спасибо большое. Михаил, спасибо большое за ваш эмоциональный и очень глубоко содержательный спич. Мы продолжим сейчас. Вижу, Борис Григорьевич, я очень хотел бы, я вижу, я хотел бы, чтобы все-таки география была представлена. Вы, Борис Григорьевич, получите сегодня слово обязательно. Я Игорь Федорович, Кефель, сейчас хотел бы просить, потом Ирину Владимировну и Бахнюк, и Александр Михайлович Старостин, вы обязательно выступите, но по ситуации дальше Елена Александровна Дергачева, очевидно. Я хотел бы, конечно, тех прежде всего сегодня услышать хотя бы по три минутки, хотя бы по две, если не получится по пять, потому что это люди много сделали в этой области уже, поэтому будьте готовы тогда. А, Игорь Федорович, пожалуйста, вам слово, тоже кратенько, но важно вас услышать. Да, да, да. Очень приятно, что мне слово предоставлено, если я из Петербурга, а как сделал сообщение Игорь Константинович, Владимир Иванович родился в Петербурге, учился в Петербургском университете и до сих пор памятная доска висит на здании 12 коллегий и так далее. Игорь Константинович тоже корни питерские. Мы все знаем, это хорошо. Но это для всех остальных. Я хотел бы присоединиться, тем более после такого зажигательного выступления Михаила Леонидовича относительно нас вверх. Не буду, так сказать, говорить о том, что действительно такая вот тема многозначная, и можно много говорить и приводить разные примеры, я скажу конкретику. 1943 год, 80 лет, Владимир Иванович он получает Сталинскую премию. Достоин был Сталинской премии первой степени. И пишет телеграмму. Сталин находился тогда в эвакуации. О том, значит, высказывает слова благодарности, пишет о том, что он Сталинскую премию отдает на оборонное строительство, танков, и пишет такую еще фразу, рассказывает, что ожидаемая победа откроет начало эпохи наосферы. То есть, наосфера настолько многозначное понятие, оно и социальное, социально-политическое, оно и научное, и стариусовское, и какая угодно. То есть, вот действительно, вот эти поиски постоянные того, что есть ноосфера, какое-то однозначное определение никто никогда не даст. И, кстати говоря, вот то, может быть, даже недовольство, которое высказывали ученые, наследители, что угодно, о том, а что же, мы так и не можем понять ни от кого услышать, однозначно ответить, что такое ноосфера. Но давайте вспомним гипотезу это мистическую. Две тысячи лет, как она была высказана древнегреческими философами. И только через две примерно тысячи лет ученые-физики в начале XX века пощупали, измерили, увидели, рассчитали, дали уже теорию атома. То же самое, я думаю, что надо относить и к понятию ноосферы. Это такое понятие, это идея, это образ, это, бог знает, как можно еще назвать, хоть все в симфонии написать. То же самое, как и Гумилевская, так сказать, пансионарная депутация. Вот высказ, заброшенная. И давайте мы будем ученые дальше мыслить и что-то уже находить, подверждать конкретно. Это первое. Второе. Момент, я слежу за временем, так что уложусь пять минут. То, что в дополнение сказанному Игорем Константиновичем о значении урана, это статья, которую написал Владимир Иванович еще в 1910 году и опубликовал в трудах Императорская Академия Наук здесь, Петербург. В 19-м по сути дела вот идея, так сказать, могущества, энергетики, связанные с открытием Урана и его исследования, она привела к тому, что он радиоинститут естественно создал, организовал в 1921 году здесь петрографии. Он до сих пор существует на Каменно-Островском проспекте зданий с табличками. И до 1939 года он был директором этого института, по сути дела, так сказать, уже включающий в атомный проект, но по возрасту он уже туда не пошел. Еще на каком моменте я хотел бы указать, как-то вот его пока у нас выпускают. Ведь Владимир Иванович Вернацкого, ученые, привлекли еще, так сказать, будем говорить, упомянули его фамилию в связи с тем геологическим, можно сказать, открытием это признание того, что мы живем в новую геологическую эпоху, в эпоху антропоцена. Вот я маленькую, одно предложение читаю из статьи Крутсена из Тернера. Это 2000 год, когда впервые, так сказать, Крутсен, это был еще, когда еще говорят на английской премии, публикует статью антропоцена, небольшую, подъему, где он четко перечисляет, значит, ряд ученых, которые говорили, так сказать, предсказывали от наступления этой эпохи, когда, 19 века. И вот фраза их, автор, что великий русский геолог Вернацкий в 1926 году признал рост, могущество человечества как части биосферы. он так же, как и милиционер Шарбет Мерла придумали термин «насфера», чтобы отметить растущий роль, который сыграл в своей столице. То есть, по сути дела, вот эта идея даже биосфер, идея работы 19-го года, идея «насферы» очень хорошо как раз обоснование той эпохи геологической, начало, которое впереди прошлого 20-го речи. Вот это тоже момент, который пока еще мало раскручен на антропоцении, еще мало информации выходит тем более геологическое сообщество вот-вот-вот сейчас решит окончательно вопрос этой эпохи постоянной. И последнее. Вот действительно творчество, научное наследие и эпистолярное наследие Вернацкого это бездомная бочка можно каждый раз новые и новые и новые открываются. Я для себя по крайней мере обнаружил и опубликовал в последней своей работе его статью Владимира Ивановича о биобиохизме. Это статья 1935-го года он написал. С того года он стал как раз на «Инфинское окружение земли» писать свой труд, который не совершит. И по сути дела в этой статье он впервые начал писать о том, говорить о том, что мы сейчас можем подсчитывать количество атомов, которые переходят из живого в космосе вещество в составе биосферы. «Инфинское окружение». То есть вот эта идея тоже я завершаю время выше. Спасибо. Игорь, спасибо большое. Это очень ценное тоже замечание было. Сергей Явич, я вижу вас. Вы получите свои полторы минуты, которые вы просите. Но я Ирину Владимировну анонсировал уже выступление сейчас. Ирина Владимировна, будьте добры, познакомьте нас с вашими идеями. Я знаю, что вы тоже серьезно занимаетесь этой проблемой. Борис Федор Шрижабик следующий тоже 4-5 минут максимум. И Александр Михайлович старостен за тем. Пожалуйста. Меня слышно? Да-да, Ирина Владимировна, пожалуйста. Спасибо, Александр Николаевич. Добрый вечер, коллеги. Я боюсь, что я не внесу особого вклада в сегодняшний философский диспут. Ну, прежде всего, потому что мои знания о взглядах Владимира Ивановича Вернадского достаточно общие, фрагментарные. Я, скорее, знакома с трудами его сына, Георгия Владимировича Вернадского, символа теории евразийства. Но в любом случае меня греет то, что я живу в Москве на проспекте Вернадского, и, наверное, меня это обязывает к тому, чтобы я знала проблему глубже. Я хочу сказать пару слов о другом. Все-таки вот такая форма научной дискуссии, семинара, онлайн, она себя оправдывает, оказывается. Я, честно говоря, совсем не поклонник дистанционного образования, я в него не очень верю, но есть возможность собрать вместе тех ученых и студентов, которые вряд ли мы смогли бы сейчас собрать в одной аудитории. Поэтому пусть так, но дискуссия, вот мысль, она же бьется во всем этом. Вот она у меня сейчас из компьютера прямо вытекает. Так что спасибо большое за приглашение, я очень поддерживаю идею, чтобы такие научные семинары проводились дальше. Это может быть какая-то научная дискуссия с полярными взглядами. Тут вот, когда мысль бьется, это все очень хорошо, особенно для студентов. Рада вас видеть еще раз. Спасибо, Ирина Владимировна. Спасибо. Мы ждем вашу очередную статью в журнале «Глобализация» и с интересом, я не сомневаюсь, прочитаем. Следующий Борис Георгиевич Режабик тоже не нуждается в особом представлении, кто знаком с энциклопедией, глобалистикой, вообще с этой тематикой. Пожалуйста, Борис Георгиевич, тоже. Дорогие друзья, меня слышно? Да, хорошо слышно, конечно. Хорошо слышно, прекрасно. Когда я приветствую наше собрание, я очень рад и благодарю Александру Николаевичу и всех, кто пригласил меня, я получил с разных сторон приглашение на это собрание. Хочу сразу же начать с того, чем Александр Николаевич сказал, что учение на асфере имеет две стороны. Философское, естественно, научное, верно. Философское разработано очень слабо, и научное тоже не слишком сильно. Я вот хочу обратиться ко всем, кто здесь присутствует с такой маленькой просьбой. Я не так давно написал такую книжечку «Учение на асфере для широкого круга читателей». На основании доклада, сделанного в Афинах, доклад получил высокую оценку, но книжка, к сожалению, до сих пор малоизвестна. Мне было бы очень интересно получить отзывы коллег. Я могу всем прислать ее по электронной почте. Вот моя электронная почта, про что записать. Не надо сейчас, не надо. На сайте «Глобалистик.ру» будет и ваша книга, и ваша почта. Все прекрасно. Пожалуйста, можете показать с фотографиями. Я буду очень рад отзывом. Хочу сказать следующее. По счастью, естественно, научного определения на асфере. Здесь забывают очень часто о том, что у нас есть некое родовое понятие. Что такое на асфера? И ответ очень простой. На асфера – это географическая оболочка. Вот об этом забывать не надо. Иначе мы погрузимся в разговоры о мировом разуме, о телепатии и прочих таких интересных вещах. А это географическая оболочка, так же, как и биосфера. Но биосфера – это географическая оболочка, которая связана преимущественно с деятельностью живой существ, живых существ. А ноосфера – это оболочка, преимущественно связанная с деятельностью разумных существ, то есть человека. Так же, как в учении биосферы есть теория эволюции, там есть разные эпохи. То же самое должно быть в учении ноосферы. Я так представляю, что современная ноосфера – Это примерно аналог биосферы юрского периода. Разума еще крайне мало. Безумие очень сильно. И поэтому главный дефицит – это дефицит разума. И его должны мы преодолевать все вместе, все сообща. Мы создали с коллегами независимый институт ноосферных разработок и исследований, которые эти исследования ведутся. Там мы прежде всего подчеркиваем, что ноосфера имеет трехчастное строение. Не надо путать ее с техносферой. Так же, как есть тело, душа и дух, так же есть техносфера, социосфера, но и идеосфера. Создана первая в мире концепция идеосферы. Вот я тоже ее покажу. Тоже это все на сайте у нас будет. И я буду рад это все, если все люди будут читать и мнение слышать. А сейчас я хочу сделать конкретное предложение всем коллегам. Сейчас я являюсь председателем Северокавказского отделения Международного экологического фонда, имею кое-какие возможности и строю такие большие проекты в Крыму. В этом году я был и обнаружил, что там есть остатки от дачи Вернацкого в ущелье Батилиман, где в начале 20 века, в 1906 году, был такой оазис русской интеллигенции. Лучшие люди туда собирались. Так называемый профессорский уголок. И вот я сейчас ищу средства, уже кое-что мы нашли и даже поддержки на достаточно высоком уровне. Но я хочу, чтобы все коллеги присоединились к этому делу и поработали в том направлении, чтобы нам создать такой вот современный оазис интеллигенции. Батилиман – это дивное место. Там была дача Вернацкого, дача художников, дача политиков, в частности Павла Николаевича Милюкова, который был членом партии кадетов. Тоже его сейчас сильно ругают, и зря. Замечательный был человек. Художники там были. И если мы это сделаем, мы будем большие молодцы. И всем желаю больших успехов. И прошу всех писать мне по адресу. Я все-таки, Александр Николаевич, покажу. Покажите, может, сфотографируют. Сфотографируют, запишут сейчас. Я жду ваших писем. Покажите, покажите. Подержите так немножко, да. Но пока вы держите, я скажу, Борис Георгиевич, вы сейчас еще раз актуализировали очень важный вопрос. Вот этот семинар, который проходит, он аффилирован очень тесно, не только с факультетом глобальных процессов, это само собой, и с сайтом «Глобалистика.ру». Сайт «Глобалистика.ру» как раз он междисциплинарный. Вот будет там вот эта информация, которую вы сказали. И книги, которые вы, не только Борис Георгиевич, но и все остальные, кто захотел бы, будете там помещать на этом сайте. И это вот такая, и журнал «Век глобализации». Кстати, журнал номер 27. Это «Вестник МГУ», посвященный глобалистике. Вот эти ресурсы наши, они… Ну, это холдинг, если хотите. Вот давайте это все использовать. Поэтому спасибо, Борис Георгиевич. Это замечательно, Александр Владимирович. Я обязательно поставлю книгу на… И вашу идею по поводу… Телеман, прошу от них, я серьезно. Работа уже ведется. Я хочу сказать… Прекрасно, прекрасно. Губернацкого даст Бог, а за ним стоит «Газпром». Прекрасно. То, что у нас получится. И мы в это верим. Ну, на том и стоит. Коллеги, у нас уже 5 минут 9-го ничего страшного. Если мы на 10-15 минут задержимся, мы же никого не держим. У нас шесть десятков человек все еще в работе. Поэтому я, Александр Михайлович, анонсировал. Ирина Александровна, если вы захотели бы, я бы очень хотел вас, чтобы вы взяли слово. И Сергей Абович тоже просил выступить. Возможность такая будет. Ну, и потом в самой краске выступление… Не выступление, а обмен мнениями. Игорь Константинович как всегда завершит наше выступление семинарское. Александр Михайлович, тоже, надеемся, в то же время, которое мы отведили. Пожалуйста. Я хотел бы несколько тезисов. Любой выдающийся ученый, великий ученый оставляет после себя не только теории, концепции, понятия новые, но и проблемы. Гильберт, Римман, Эйнштейн, Владимир Иванович оставил после себя. Тоже целый ряд проблем. Части от них решены. А некоторые, к некоторым только приступают. Вот проблема ноосферы, она меня, прежде всего, в контексте доклада интересует. Она относится к числу таких не только нерешенных, но даже пока, как следует, и не поставленных проблем. Что интересовало в проблемном плане Вернадского? Ну, прежде всего, как сейчас на современном языке говорят, разные кейсы, трансформации. Геологические, химические, биологические, которые осуществляются достаточно длинным направленным путем, эволюционно, и их, как сказать, некий результат. Проблема, которая связана с ноосферой, у нее очень длинный хвост. Это тоже трансформация материального, идеального, мысль и природа, и огромная загадка. Она и для нас загадка. И в этом плане можно говорить о том, что мы постепенно идем к этому и решению, и уточнению этой проблемы. Искусственный интеллект – это один из инструментов, на котором мы можем что-то отработать. Еще одно замечание. Научная мысль, как планетная мысль, явление. Какая наука, какая научная мысль? Это крайне важно. Если это классическое, это одно. Если это аналитическое, какой она является уже многие столетия, это нечто другое. Очевидно, Гернацкий вышел на предвестие, репрезентацию несколько другой синтетической науки, междисциплинарной науки. Она пока существует отдельными фрагментами, отдельными. Поэтому, решая проблемы ноосферы, мы видим, что приходится идти по целому ряду точек, собирать их в некую систему. И тогда мы, прежде всего, может быть, уточним постановку самой проблемы ноосферы. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Александр Михайлович. И Елена Александровна Дергачева сейчас тоже в МЦО. Пожалуйста. Спасибо большое, Александр Николаевич. Я профессор РАН по отделению общественных наук Российской академии наук и также профессор Брянского государственного технического университета. Занимаюсь исследованием социально-техногенного развития и социо-техно-природных процессов. Прослушав сегодняшние интересные доклады Игоря Константиновича и выступления и Александра Николаевича, и Виктора Ивановича, и других исследователей, учёных, я пришла к поводу о том, что мы сегодня говорим о ноосфере, сравнивая позиции идеалистические и материалистические. И мне кажется, на мой взгляд, что те исследователи, которые стоят на позициях формирования ноосферы в облике и в теории Вернадского, они несколько идеализируют те процессы, которые происходят в мире. На самом деле, на мой взгляд, и судя по исследованиям его, по изучению тех книг, которые я читала Вернадского, Вернадский говорил о формировании ноосферы в форме улучшенной биосферы. И действительно, ещё в первой половине XX века он не мог предвидеть те разрушающие тенденции, связанные с формированием техносферы, которые мы сейчас имеем в начале XXI века. Сейчас ноосфера уже формируется в облике техносферы, которая и по объёму становится сопоставима с остатками живого вещества биосферы. И вот эта негативная динамика, которая иллюстрируется в разных международных индексах, в частности индекса живой природы, доклад вышел недавно, в 2020 году, говорит о том, что за последние 40-50 лет мы потеряли две трети биоразнообразия планеты и около трети живого вещества. То есть мы разрушаем тот биологический мир биосферный, который ещё видел в своём разнообразии Вернадский. Но более подробно, конечно, о своей точке зрения я хотела бы рассказать на отдельном семинаре. У меня вышел доклад в Российской Академии наук от глобальной гибели биосферы к смене эволюции жизни, который получил высокую оценку. Он опубликован в соавторстве с моим научным руководителем, идейным вдохновителем, профессором Эдуардом Семёновичем Демиденко. Я хотела бы, конечно, более подробно рассказать участникам семинара о своей научной точке зрения с определёнными презентационными материалами, если мне, конечно, позволите. Конечно, прекрасная возможность сделать ещё заявление на выступление. И у нас набирается очень большой портфель предложений. Мы, конечно, должны ещё рассматривать глобалистика, она междисциплинарная сфера, и мы будем варьировать и взаимодействие природы и общества, и экономические аспекты, и политические, и всевозможные. Но заявки обязательно нужны. Не могу сказать точно, когда и как, но это абсолютно приветствуется, и здорово. Елена Александровна, мы, конечно, к этому с вами вернёмся, в рабочем порядке проговорим. Сергей Абович, я просил вас тоже, уже не просил, сказал, что вы будете выступать, и вам слово. Вы звук включите, Сергей Абович? Вот так, слушайте. Скажите пару слов о себе, потому что на семинаре всегда лучше воспринимать... Понимаю. Так меня слышно, нет? Да, хорошо слышно. Скажите пару слов о себе. Я скромный сотрудник аппарата Российской академии наук. Я кандидат философских наук, но я не хотел бы время тратить на отвлекающие вещи. Я хотел бы всё-таки к теме. Значит, вот я не случайно тут немножко вмешался. Сейчас 150 лет Комарову, Владимиру Леонтьевичу, это человек, который был президентом Академии наук. И вроде бы, на первый взгляд, почему я говорю о Комарове, когда мы сейчас говорим всё-таки о вернадском. Ничего подобного. Вот я хочу вернуться к теме ада и рая, и к теме идеализма и материализма. Значит, оба человека умерли в 45-м году. А Комарова сейчас пересматривают очень сильно его значение в истории Академии наук, и вдруг стало всем понятно, что фактически в том виде Советская Академия наук, в котором мы её получили в 91-м году и сделали из неё Российскую Академию наук, она была создана именно Комаровым. Так вот, по поводу ада и рая. Комаров стал президентом Академии наук в 36-м году, когда начались репрессии. И дальше пошла, то есть была индустриализация мощнейшая, но это же было тяжкое обвинение от наркоматов в отношении Академии наук. Почему, а где? То есть от неё ждали прикладных работ, а не фундаментальных. То есть никто не понимал, что это фундаментальная наука. И это был страшный накат. Но не только в этом дело. Ещё и были два человека, которые стояли буквально полсантиметра ниже, чем Комаров. Это Вышинский и Лысенко, которые хотели быть президентом Академии наук СССР. И Сталин по-прежнему всё-таки оставлял эту должность за Комаровым человеком, имеющим, в общем, происхождение дворянское. И для чего я всё это рассказал? Я сейчас хочу показать фотографию. Я не знаю, видно ли, видно ли эта фотография? Видно, видно, да. Хорошо. Подержите её, подержите немножко. Подержите. И говорите. Обращаю ваше внимание, что у Комарова, Комаров попал в настолько невероятный переплёт событий, и плюс, как вы понимаете, вся война, что ему нужен был собеседник-товарищ, единственный тот, с кем он мог посоветоваться. Так вот, это был Вышинский, это был, прошу прощения, Вернадский. Так вот, вот эта фотография зафиксировала, такие фотографии ещё несколько есть. Они были самыми близкими советчиками друг с другом в таких переплётах, которых невозможно, когда, понимаете, рядом расстреливали учёных, там какие-то невероятные подготовки страны, потом сама война и так далее. В общем, я просто хочу сказать, и оба они умерли в 45-м году, то есть, если мы говорим об идеализме, если мы говорим о Рае и Аде, то мы должны понимать, что эти люди сами прошли через такую горнила, что, конечно, отвлечёнными учёными они не могли быть, но, в общем, мы ими можем только гордиться. Доклад закончен. Абсолютно-абсолютно важным было выступление, на мой взгляд, потому что, когда заговорили о взглядах Вернадского, о его отношении с социализмом и прочими вещами, вот то, что сказал сейчас Сергей Ябович, разве это не достойно того, чтобы принимать во внимание, вне всякого сомнения? Теперь, вижу-вижу, молча на руку, вижу. Коллеги, значит, выступление на этом закончим. 15 минут мы... Это никакое не время превышения, это всё нормально для семинара. Давайте сейчас буквально обменяемся краткими репликами. Это значит не больше минуты. Просто, ну, не все имели возможность, может быть, реплики, и поэтому сейчас мы... Я уже Виктор, только поучу вас не знаю, к сожалению. Значит, давайте вам дадим слово. Реплики, коллеги. Очень кратко, быстренько прообменяемся мнениями, и чтобы Игорь Константинович потом мог высказаться как докладчик по поводу услышанного. Пожалуйста, вам слово. Молчанову слово. Спасибо большое, спасибо. Реплика. Реплика, да. Я хочу заметить, что мы живём в такое удивительное время, когда традиционные оценки событий имеют беспрецедентный статус. Самый выдающийся математик, при жизни именовавшийся гением, Калмогоров Андрей Николаевич, в итоге он умер, но его коллеги вынуждены были признать теорию вероятности ошибкой. Она верна для выборок статистических величин, имеющих нормальный закон распределения. Не более того. Я хочу сказать, что когда и точно в такой же позиции сейчас пребывает и астрофизика, и теоретическая физика, и, наконец, цифровизация, которая как бы заместила выбывшую из строя теорию вероятности, надо к этим концептуально-мировоззренческим вещам относиться уважительно, но очень профессионально. Просто так говорить о них, ну, как бы, ну, не конструктивно. Ни ко времени, ни ко времени. Спасибо большое. Спасибо за эту реплику. Пожалуйста, если кто-то хотел бы, есть такая возможность, просто включайте микрофон и говорите, потому что я, может быть, всех не увижу. И если вы считаете на этом достаточно... Затали и ветер, хотел бы сказать. Да, давайте, тоже реплика короткая. Совсем коротко. Я, будучи компьютерным специалистом, очень внимательно отношусь к тенденциям цифровизации и связи с ноосферным посвящением. Я вижу, что действительно, если есть правильные дороги, правильные теории, и то можно выходить на глобальный разум по-вернадскому. Как я это вижу? Каждый человек, так дано каждому человеку, видит только фрагмент окружающего мира. И он внутри себя формирует эти фрагменты. И всё человечество обладает огромным богатством, огромного количества этих маленьких фрагментов. И вот человеку, биологии, природой, Богом не дана свойство и синтезировать из этого многообразия фрагментов единой картины. И вот это главная проблема, которая, собственно, лежит в основе учения вернадского ноосферы. Вот будет механизм, который как пазлы соберёт единую картину, тогда и будет. Так вот мой ответ такой. Сила человечества разума ограничена, чтобы собирать глобальные картины. И поэтому помощью будет глобальная компьютерная среда, если она будет правильно построена. Не та, что сейчас. Так что сейчас это дорога в ад. Но её можно скорректировать. Так что люди обретут устойчивый механизм движения к той цели, которая обозначена учением Бернадского. Отлично. Спасибо большое. Что мне здесь, особенно я для себя говорю, нравится, это то, что мы не столько даём ответы на все вопросы, которые у нас возникают, что мы получаем некие направления мысли очень интересные. И когда закончится семинар, самая главная настоящая работа будет за пределами этого семинара. И причём не только для молодых ребят, а студентов, аспирантов, но и для нас уже, так сказать, немножко повидавших виды конференции и всего остального. Спасибо огромное за это мнение. Но, Николай Сергеевич, как вам не позволить слово такому философу? Николай Сергеевич, тоже реплика, пожалуйста. Очень краткая реплика, может быть, весьма спорная. Николай Сергеевич, профессор из Пскова, что, ну, может быть, не все когда подключились. Пожалуйста, страна работает. На мой взгляд, идея ноосферы является, вообще говоря, продолжением западнической идеи рационализма со всеми плюсами и минусами, только модернизированная на современный лад. А потому она чрезвычайно спорна, и, я бы сказал, возможно, даже утопична, о чем многие коллеги тут не впрямую это слово произнося, а говорили, обозначали и так далее. Спасибо. Ну, прекрасно. Реплика философа, по крайней мере, многих заставит посмотреть и по-другому. Не по-другому, а и по-другому тоже. А мнение каждого потом будет формироваться и за пределами семинара также. Кто еще хотел бы? Кто хотел бы? Да, Борис Георгиевич, конечно, конечно, пожалуйста, да. Моя реплика будет очень простой. Возьмем все за руки, друзья. И тогда поймут, может быть, всюду, что философы могут не только разговаривать и сотрясать воздух, а и делать конкретные дела и формировать ноосферу своими делами. Спасибо. Борис Георгиевич, это за руки надо взять и не философов. Да, я хотел сказать. Здесь междисциплинарный семинар, поэтому вполне философию заменим людей мыслящих, будем иметь в виду, и в целом, может быть, представителей науки. Но Борис Георгиевич вряд ли будет возражать против этого, я думаю. Пожалуйста, еще, коллеги, кто хотел бы. И будем уже подходить к завершению. А что сегодня состоялся, на мой взгляд, очень интересный разговор, но Игорь Константинович наверняка выскажет свое мнение как закоперщик сегодняшнего разговора. Игорь Константинович, вам слово. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, спасибо огромное за выступление, за участие в дискуссии. И это на самом деле мы очень соскучились по такой форме работы за это время, взаимной изоляции. И я надеюсь, что теперь мы будем работать регулярно и постепенно вернемся к нашему обычному ритму. Я немножко расстроился, что среди трех проблем, которые я поставил, а именно новое мышление, дисциплинарность, которую предложил, Вернадский. Новая картина живого, где космос включается в понимании жизни, и новая перспектива будущего, то есть переход от биосферы к ноосфере, наибольшее внимание привлекла именно третья часть. Ну, это можно было и ожидать так. Хотя мне кажется, что вот эти две первые позиции, которые значимы творчеству Вернадского, они не менее интересны в междисциплинарном выборе современности, а именно необходимость формирования междисциплинарного, а не монодисциплинарного мышления, и необходимость иного понимания жизни в контексте не только природной, но и космической и так далее. Здесь огромный интерес работает. Что касается вот этой дискуссии, которая здесь развернулась, спасибо, по выступлению каждого можно думать здесь, и как бы с чем-то соглашаться, с чем-то нет. Просто я уточню немножко некоторые недопонимания, которые были. Вот, значит, Владимир Иванович сказал, что я оценил Вернадского как материалиста. Я совсем не оценил Вернадского как идеалиста. Я внимательнейшим образом читал все его работы и знаю, что он не только идеалист, но он еще и религиозный деятель, очень глубоко верующий человек. И поэтому, когда я говорил о трактовке Вернадским на сферы, я говорил, что Вернадский, в отличие от Теярда, Шардена или Руа, интерпретировал на сферу материалистически, как биосферу, преобразованную разумом. Вот в этом плане. Целиком согласен с выступлением Александра Николаевича Чумакова о том, что часто путаница производится именно потому, что не разводится философское естественно-научное понятие о сфере. И нам предстоит еще здесь философам много сделать, чтобы эти вещи, в общем-то, более четко высветить. Алина Белоусова рассказала очень интересные вещи о глобальном информационном пространстве. Это особая, актуальная сейчас проблематика. Но она здесь говорила о том сфере разума, связи с людьми господством разума, которое здесь реализуется. Это имеет, в общем-то, достаточно далекое отношение к пониманию ноосферы. Ноосфера – это не сфера глобального информационного пространства. Ноосфера, я повторяю, это биосфера, преобразованная разумом. Поэтому это несколько разные вещи. И не надо нам ноосферу здесь соединять с другими огромными смысложизненными проблемами, которые сейчас возникают. Ну, со многими коллегами я согласен. Благодарен Игорь Федоровичу, Ирине Владимировне Вахнюк. Поддерживаю предложение Бориса Георгиевича Лежабика о том, что неплохо бы нам было объединиться для того, чтобы в Крыму посоздать дачу Вернадского. И каким-то образом можно было бы там и собираться, и проводить наши дискуссии, когда это так получается. В прошлом году, например, у нас была интереснейшая встреча в Крыму в Никитском ботаническом саду, где мы обсуждали как раз биологические. Логические. Весь июль и август там бы проводить, да? Да, это было бы замечательно. Александр Михайлович Старости, вы как раз затронули вторую часть моего доклада. Я вам благодарен за это, сказав о междисциплинарном подходе Вернадского как в таком важнейшем вкладе его в общество. с Еленой Александровной Дергачевой, да. Мы с ней давно сотрудничаем, и я с ней целиком согласен, что, в общем-то, на самом деле Вернадский говорил о ноосфере как об улучшенной биосфере. Биосфера улучшенная человеком, а он представлял, что человек может только улучшить. Вот такой был человек, мечтатель, романтик, идеалист, если хотите. А наш коллега из Нижнего Новгорода все это говорит, что о чем же теперь говорить, когда ноосфера превратилась, по сути, в техносферу, и другой коллега наш, выдающийся ученый, сказал, что даже лучше сказать, что это не техносфера, а это какосфера. Дальше не буду называть его либо, чтобы быть. Но вы догадываетесь, кто так говорил. Так, Юрий Сергеевич Затулевицер. Спорное положение о том, что ограниченность силы человеческого разума может преодолеть те настройки, которые мы можем использовать для этого. Может быть, может, а может и не может, потому что, сталкиваясь сейчас со всеми этими новогодными концепциями трансгоманизма, постгоманизма и так далее, мы видим, к чему приводит вот такого рода развитие идеи. Ну, Николай Сергеевич высказал позиции, о которых я говорил, потому что он не один считает, что идея на сфере утопична, он не один так считает, но есть и другие точки зрения, и у меня другая позиция. Но в целом, я считаю, что такие встречи очень полезны нам для нашей научной работы. Я сердечно благодарю всех выступивших и надеюсь, что мы будем продолжать работать в этом же ключе, слушать коллег, которые уже здесь выступили, потому что с какого, Александр Николаевич, мы с 2001 года ведем ответ? 2001 года идет семинар, конечно. Столько у нас наработано, и столько сделано, что все это, в общем-то, нам в копилку, и я думаю, что мы будем продолжать в этом же ключе работать. Спасибо вам всем огромное. Прекрасно, прекрасно. Спасибо вам, Игорь Константинович. Спасибо всем, кто сегодня принял участие. Я думаю, что мы с Виктором Ивановичем Даниловым отдельно переговорим, и у нас по средам мы так, очевидно, и будем. 18 часов, кажется, это удобное время. Я бы очень просил именно Виктора Ивановича вот эту идею поддержать и вас выступить. Почему? Потому что факультет глобальных процессов два направления имеет. Это прежде всего экономическое и политическое. И мы знаем, что к этому глобалистика не сводится. Но очень хотелось бы, чтобы именно студенческая аудитория, молодежная аудитория активно участвовала. Сегодня Белоусова Алина как раз лишний раз показала, что как разное поколение по-разному смотрят, не только философы и представители естествознания, но и молодые и старшие поколения. Средь малых действия мельчаешь, а средь больших и сам растешь. Ребята, студенты это хорошо знают. И, ребята, следите, коллеги, следите за сайтом глобалистика.ру. Там скоро появится объявление о следующем сценарии. Время, тема, кто выступает. И будьте, так сказать, активны в том плане, чтобы привлекать тех, кого это может заинтересовать. Потому что границ у нас теперь нет. Мастер.